всем привет это подкаст дот на ты не только с вами саша кугышев это я артема куляков это я всем привет и ваня крючков всем привет и у нас сегодня тема вдохновленная недавним опросом от знаете человека который не последний в индустрии от максаршинова задал вопрос ребята какую вы книгу порекомендуете для джуниоров для молодых дот на это разработчиков в первую очередь и знаете там были тем варианты рихтер албахари тройлсон и скит тот ребят вы бы какую книгу порекомендовали давайте попробуем вот для молодых разработчиков вот студент закончил вуз умеет писать на 150 языках программирования потому что у него на 150 языках программирования были лабы и теперь ему надо бы взять и войти в си шарп вот чтобы вы порекомендовали какую книгу логику аристотель ну замечательно человек приходит на собеседование вы знаете си шарп нет но я знаю логику но на самом деле я сегодня буду это троллить вас всех и действительно я считаю что дали начала какие книги в принципе вопросе были ты перечислил жена то есть там рихтер рихтала бахаре троллсон скит да как по мне рихтер классная книжка но не джуну ее надо читать потому что когда ты читаешь джуном это как много что не оседает совсем не оседает потом приходится перечитывать еще ну и так и так придется перечитать несколько раз но не важно вот аль бахари в принципе неплохая книжка вот можно я наверное почитать из всех которые есть там принципе нормально троллсон тоже неплохая книжка но там извините талмуд очень большой и половина этого талмуда рассказывает про мертвые технологии но или не мертвые полумертвые или вообще в принципе каких-то фреймворках вот а мне кажется джуну этим голову вообще забивать не надо а вот тут кстати я тоже хотел вот этот довод воскнуть перед выпуском но решил так и почитаю посмотрю этот оглавление к троллсону самое последнее издание в котором есть циферка си-шарп 8 то есть на русском языке нету для восьмого си-шарпа то есть уже там скоро девятый будет а до сих пор не переведен троллсон для восьмого си-шарпа там только для седьмого си-шарпа но в общем какие технологии сейчас для актуального троллсона доступно описывать просто я лично троллсона читал 2011 году ровно 10 лет назад да что у троллсона по фреймворкам а до то есть первый как бы фреймворк именно а до что в принципе логично он up-to-date дальше в п в пф и а сметкор и все и все в цифру брали ну да наконец-то даже троллсон похоронил да был сер я но получается то есть у него база данных условно говоря веб-бэкэнд разработка и десктоп а где замарин например да вот это классный вопрос и на самом деле у нас давайте к этому вопросу он чуть-чуть попозже вернется потому что это тоже такое хочется закинуть вот эту тему по поводу где замарин где unity ведь это же тоже относится к дутнета почему эти технологии игнорируются вообще если честно у меня вот чисто число в отношении к троллсона такое что когда я тоже его читал примерно в том же году что и вы мне показалось что он как детская энциклопедия как бы обо всем и ни о чем то есть он дает хорошую обзорную такую картину всего что есть дотнете на тот момент там был wcf там в информс по моему там аскнет и я считал мне такой формат не нравится но я считал что в этом есть некая ценность то есть ты как бы ты обзорно познакомился со всеми возможности платформы если сейчас он не дает такой обзор то тогда в чем его ценность это хорошая мысль потому что когда ты действительно заходишь джуном тебе нужно зайти в язык чтобы сразу получить определенный набор технологий определенный набор знаний чтобы сразу зайти и знать что окей я знаю вот могу прийти куда угодно что я просто вспоминаю действительно я прочитал троллсона причем я читал вместе с тем как писал диплом и вместе с дипломом написал уже приложение с криво написанным бэк-эндом криво написанным фронт-эндом на wpf и все это взаимодействие через wcf просто по принципу типа прочитал главу нарисовал формочка прочитал главу накидал бандинги в фронт-пойнты прочитал главу нифига не понял про видос ворслоу фондейшн ну смотрите короче тут вопрос как бы нужно ставить по-другому что мы вообще ожидаем джуна который вот к нам пришел по факту я не ожидаю от него то что он будет знать там кучу фреймверков в совершенстве ну или вообще в принципе будет их знать да это первый момент второй момент есть мнение что писать вот такие вот книжки типа трэлсона где идет обзор всего и вся это довольно странная идея потому что фреймверки устаревают быстрее чем книжки я прекрасно помню ту эру когда у нас появились типа дя и контейнеры и было очень модно и круто на собесах постоянно спрашивали типа расскажи там как работает какая-то фишка автофака или там расскажи как там не джек там что-то там как вот там сделать или там как работает кастл винсдор и там вот это все и как бы ну реально как бы складывалось такое ощущение что если ты хочешь куда-то пройти совет тебе нужно прям пойти и заботать это разобраться в этом фреймверке понять как он работает тебе обязательно о нем спросят сейчас как бы никому нафиг это не впилось потому что есть стандартный микрософтовский диай он простой как три копейки он работает и как бы слава богу о кстати подиаю я просто хочу сказать это это классная история потому что вот в unity они немного с точки зрения программирования отстают от ну с точки зрения то есть там до сих пор за автофак спрашивают не там автофака нет там используется зенжект это по факту единственный адекватный диай фреймворк и реально люди когда говорят про зенжект зенжект он знаешь как бы он как раз как автофак или как-то как spring.net или что-то в этом духе то есть он такой здоровенный он весь покрывает и на самом деле это все приложение может сделать на зенжекте мне он очень нравится в этом плане но это просто ты приходишь как твою шнурея какое извращение ты пишешь то есть у тебя прям зенжект во все приложение вот влезает у тебя не unity приложение у тебя зенжект приложение получается и естественно на собеседованиях реально люди спрашивают типа вот как вот расскажите пожалуйста как в зенжекте сделать факторе которые организуют у вас этот пуллинг ну вот как бы да это вот ну хороший пример что раньше так было в unity до сих пор так осталось видно а у нас это только начинается новинка ну она не новый но как бы люди потихоньку то адаптируют распробуют понятно просто пришли из кровавого энтерпрайза люди вот и притащили с собой этот диай вот а при этом не посчитали сколько они fps потеряли на своем этом кровавом даткой кровавой технологии с кровавого энтерпрайза вот-вот и короче ну то есть продолжаем мою мысль к чему и о том что в принципе есть очень большая вероятность что если ты будешь советовать жену читать книжку типа троился на где обзорные но фреймверки представлены да то скорее всего если эта книжка не вышла там вчера и даже если она вышла там вчера на русском это не означает что на английском вышла вчера то скорее всего он будет читать уже какие-то мертвые истории да те которые не особо нужны не особо применяются и он будет просто забивать себе этим голову это во-первых первая моя мысль а вторая моя мысль состоит в том что я поймал себя на мысли что давно на собеседованиях я вообще не спрашиваю ничего за фреймверки мне как бы глубоко по фигу знает человек там ef core там sp net core там господи еще что-то потому что как показывает практика если парень опытный и он в принципе умеет решать инженерные задачи на языке программирования то для того чтобы въехать в новый какой-то фреймверк там sp net core нэнси да во что угодно ему требуется там от одного до типа четырех дней но и как бы какой смысл мне проверять или как то вообще требовать с него эти навыки если на тип он ему он им просто очень быстро обучиться и мне скорее важнее чтобы у него просто голова работала как надо он хорошо зафитился в команду вот и в принципе был мотивирован решать какие-то задачи наши рабочие позволю себе оппонировать позволю себе оппонировать мы говорим про джуниор девелопера то есть я тоже уже 100 лет последний фреймворк которым я читал книжку это было react и ну наверное собственно к тому моменту когда я дочитал книжку react уже тот ряд который был в книжке он уже устарел это сделал там apt-get install react и уже все уже ничего не завелось да 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 то есть там вплоть до того что в книжке например расписывалось как на веб-паке все это собрать так она у меня же есть create react up и что внутри него находится ну понятное дело но он же не вай я к тому что сейчас есть новые сборщики но create react up насколько я знаю на джектится все равно все еще в пак не в roll up не вайт не в снова какой-то там господи я вот пошла до этого фронтендерская я год фронтендом не занимался дживоскриптовым и уже такой как много слов новых ай да там куча я недавно залез немножко так сказать апдейтнул свои знания просто новые базворды узнал достаточно красавчик расслабился на собесе про сидишь кидаешь вот так вот лицо собеседующего базворды вот и если ты это знаете как игра он в те кидает а ты гажда с этим работал с этим работал и тут ты в него начинаешь кидать он понимаешь с этим он не работал грица я проиграл там это как в карты знать как дурака это а погодя козырями является наверное каким-то это кмс по по кикбоксингу понимаешь ты просто и таки нашим все все принят только не бей так вот возвращаясь к вопросу о фреймворках то есть для нас да потому что ну сколько мы уже этих фреймворков по изучали и для старого дата это для нового дата и для чертом знает джаваскрипта джавы питона черт знает на чем писали на тем изучали но вот приходит мид джуниор то он же не знает для него фреймворк это он даже не зачем отличается библиотека от фреймворка суши я тоже не знаю момент условно сеньористый сеньор быстро въедет джуниор там не так быстро и можно это рассмотреть но смотри тут есть другая сторона к тебе приходит джун и он по умолчанию дурачок потому что он неопытный в смысле не то что у него там с умом плохо потому что он как бы неопытный он не наступал не танцевал на каких-то граблях и даже если он черт возьми прочитал книжку по фреймворку это не гарантирует что он начнет на нем писать и это точно не гарантирует что он начнет на нем писать какой-то приемлемый код и все равно твои там лиды либо сеньористы и сеньоры либо ты сам будете вынуждены его менторить и все равно как прежде чем он начнет действительно писать какой-то вменяемый код в вашем проекте пройдет какое-то время усидим там условно если он к вам заходит сеньор и там заставляете его писать на новом фреймворке то него там лак прежде чем это все освоит будет четыре дня ну джуна там будет 2-3 недели но в принципе опять же не особо критично позвольте возразить можно возразить я просто хочу одну мысль сказать мне давно уже это в голове крутится сколько я вообще читаю разных статей где говорится что у нас все постоянно меняется что постоянно выходят новые языки новые фреймворки что на самом деле есть такая проблема что в принципе ненужных знаний не бывает то есть понимаете в том то и дело что это джун даже если он прочитает условно говоря там книгу по ну в лучшем случае этот мвс 5 я забыл в каком у нас мидалвара появились в каком каком мвс по моему с 5 нет не в тройке еще не было пом все таки с 5 по 105 это 2013 год если что то есть это тоже достаточно давно просто в тройке еще даже осинков не было я помню осин контроллер и там писал вот это еще но не выглядели как старые вот эти вот помните беги на синг вот это вот все то есть там по моему все-таки в пятом я могу ошибаться может и в тройке тоже появились вот но не суть важно даже если он эту книгу прочитает но настолько кардинально фреймворк не изменился конечно spnet.net core он отличается сильно до там 5 мвс вот но все равно там общие принципы то есть это человек у которого вообще просто чистый лист понимаете как саша сказал он не знает вообще ничего соответственно даже если он получит какие-то устаревшие знания это все равно создаст какой-то базис он хоть поймет как работают эти веб-фреймворки потому что со времен знаете ruby on rails там они ну принцип не сильно изменился да если ты знаешь условно говоря в тот в то время если ты знал там ruby on rails ты мог там разобраться с мвс третьим а сейчас если ты там работал с каким-нибудь экспрессом на ноде то в принципе тебя middleware там based фреймворки типа там spnet.net core или там гошного какого-то там фреймворка тоже не напугает то что принцип похож но я условно говоря да концепты так вот надо ему хоть какой-то концепт дать поэтому я считаю что даже если он прочитает тройлсона это не сделает его глупее это сделает на самом деле его умней поэтому даже такие книги даже устаревшие даже если он возьмет за 2011 год это все равно даст ему хоть какой-то базис который у него вообще нет понятное дело что возможно прочитав он что-то более современное это было бы более продуктивно но не факт что он будет работать с новыми технологиями неизвестно куда он попадет потому что до сих пор есть проекты куда человек приходит писать от под асп.net core 6 не знаю там уже dotnet 6 да он приходит под него писать вот но ему надо внезапно там поправить какой-нибудь wcf такое случается поэтому тут все знания важны нету каких-то лишних бесполезных знаний знаешь я на самом деле с тобой соглашусь но тот момент смотри какой очень часто мы концентрируемся на фрейверках вот то есть прям и на собесах очень часто люди начинают там короче бедного этого джуна мучить его там поэтому господи аспанету там ефу еще чему-то вот но по сути как бы как уже это побитые жизнью программеры мы все знаем что промерки друг от друга очень слабо отличаются на самом деле и там условно если ты писал на джанга там ruby on rails аспанете то ты уже примерно понимаешь что они довольно сильно друг на друга похожи там есть какие-то отклонения там у кого-то какие-то свежие в кавычках идея есть да но в целом это примерно все одно и то же и там медалвары примерно одинаково работают и там плюс-минус соответственно чек который там опытен в каком-нибудь одном фрейверке может довольно быстро пересесть на другой потому что большинство концепций будут похожи вот и соответственно мой поинт в чем в том что не надо учить людей фреймверкам надо учить людей в принципе разработки потому что часто есть такие истории когда ко мне приходят там ребята типа там такие опытные джуны начинающие медлы на собесы вот и начинаешь их собесить и понимаешь что человек вот просто всю жизнь учил фреймверк но так и не понял типа как вообще программировать так как это все работает да но он как бы выучил конструкции может тебе пояснить там за абстракции в этом фреймверке но но на этом как бы ну все он как бы ограничен только этим это получилось моя теория что такое получается как раз потому что людям начинают рассказывать про фреймверки и делают на них слишком большой фокус и вот тут слушай есть один момент который мы опускаем мы забываем какова цель джуниор девелопера цель джуниор девелопера в данном случае найти работу пройти собеседование у него нет цели стать супер-пупер программисты точнее она у него есть но дайте как бы это как лесенка вот на вершине вот этого пролета стать крутым опытным джуном но первая ступенька найти работу пройти собеседование это первый пункт саша давайте сразу оппонирую вот к тепловой джун парень умеет ходить но не знает ефкор что ты его не возьмешь что пляж тут второй момент как раз акцию подвести хотел смотри джуниор у него нету прям такого большого опыта он только вуз закончил у него вообще нет опыта работы и по факту чем он может быть полезен мне в компании своим опытом программирования как я могу понять что он нормально пишет максимум что могу понять что он может решать конкретные задачи с помощью написания кода то есть там пожалуйста не знаю с помощью link you сделай там сортировку этого массива что-то в этом духе максимум что я могу из этого проверить но как чем он может быть не еще полезен чтобы не получать себе в компанию человека который на которую я буду тратить бешеное количество времени а выхлопа не будет это знаниями фреймворка если он знает как делать миддлверки в аспнете если он знает как взять и разобраться ну там не знаю сделать запросы к с помощью link to entity framework плюс-минус адекватный он уже будет полезен ким уже можно давать такие задачи суши ну но опять же такое потому что условно у нас например еф это довольно редкий зверь мы в основном пишем на даппере слой работы с данными вот и знание там ефа если джун придет к нам будет вообще не особо нужно ну как бы это будет конечно прикольно что он это знает на там тех нескольких проектах где мы позволяем себе использовать еф как бы он там пригодится но в остальном не особо на предыдущей работе у нас был большой пласт кода который был написан на нэнси но у нас было довольно много маркетинговых сайтиков и всякого такого их писать на нэнси одно удовольствие мы их писали на нэнси они собираются почти моментально вот и опять же часто когда мы брали джунов они шли первым делом чинить что-нибудь не особо важное и не особо критичное вот и попадали автоматом на это нэнси и знание сп над кора ну наверное было полезно потому что нэнси поверх сп над кора все-таки надета ну не совсем поверх но там в общем есть некоторые истории да но все равно как бы тоже не особо было полезно вот и но это все равно не останавливало нас брать джунов потому что условно как показала практика толковый парень который умеет просто писать код на си шарпе довольно быстро осваивает там и даппер и довольно быстро осваивает нэнси и вообще все что угодно ну если человека варит голова и он решал какое-то количество задачек программистских учебных то в общем то простые рабочие задачки он тоже решает ну первый момент второй момент стоит в том что а тут вопрос действительно зачем мы берем джунов вот мы ну моей компании текущей мы сейчас берем джунов четко понимаешь что это балласт это полностью бесполезные люди которые первые там полгода год будут тратить время сеньоров просто ну как бы вестить его но через полгода год мы надеемся что ну ну мы не надеемся это показывает практика что они дрессируются тренируются таким образом что они начинают приносить большую пользу решая много рутинных там каких-то простых задач и развиваются и там через условно там год-полтора апаются в медла такого плюс-минус которому можно дать задачу он ее сделает и пройдет код-ревью там со второго раза вот так что ну вот в мое видение какое-то такое поэтому условно когда мы собесим опять же джунов то мы вообще особо не спрашиваем за фреймворки мы просто спрашиваем там просим показать код какие-то учебные проекты просим там рассказать какие задачки решал что там интересно интересно какие книжки читает куда хочет развиваться вот и в принципе если человек выглядит обучаемым и адекватным мы его берем просто учим полгода через полгода он начинает приносить пользу и вот тут маленький момент я в свое время как раз первая моя работа не на дельфиафе на си шарпи было вместо было как раз сразу после получения диплома и ну откровенно я был тот женом но компания была на самом деле не супер большая не супер богатая и они набирали джунов на медловые позиции по факту с точки зрения именно принятия ответственности то есть тебе как бы дает т.з. дают продукты говорят о через месяц его сделай и через месяц ты выкатываешь тонну адского говно кода но он работал но он как-то работает это это я просто к потому что не все компании являются достаточно крупными энтерпрайзами чтобы позволить себе джуниоров нанимать именно правом балласта на обучение очень много джуниоров сейчас особенно когда аутсорсеры энтерпрайзы с зарубежным финансированием съели весь рынок айтишный медлов и сеньоров просто потому что они могут зарплату предложить высокие очень многие люди которые являются российскими разработчиками на внутренней рынок то есть причем я говорю именно на внутренний рынок и внутренней автоматизации да я понимаю как есть у них есть только же они за уралом у которые которые не могут платить там 300к в месяц и а что-то там делать для какого-то завода или еще для чего-то да им надо вот не бывает иногда выхода на внешние рынки вот они зарабатывают в рублях и платят в рублях и рублей эти не особо широкие да такое есть это правда да и они нанимают как раз джуниоров то есть ребят которые только-только вуз закончили и вот тут я вот как бы вот это первый фактор теперь давайте я сейчас небольшой профактор того расскажу как гипами лаба работает мы нанимаем на тренинги ребят и на собеседованиях на тренинг как раз проверяется насколько человек адекватный умеет ли он писать код его софт скил и английский знает о фреймворке не знает нам не важно на тренинга то есть на тренингом проверяем насколько человек просто скилловный то есть если у него есть какой-то прикольный опыт это здорово но в первую очередь проверяется чтобы человек прям нормальные были как в целом основные там умеет ли он просто адекватно думать а потом в течение полугода тренинга человека отрачивают на фработав с фреймворками чтобы он вышел на проект джуниором и уже начал приносить пользу его дрочите под конкретный проект если вы уже знаете что нет 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 у нас есть определенный стак ну мы понимаем что если тут нет то нужно аспнет возможно некоторые понимать хотя бы чтобы человек не пугался джаваскрипта и прочее то есть ну вообще за вас вам стандартный backend у вас есть люфт какой-то по технологии в зависимости от конечно или у вас нет 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 суши на слабо есть лабы в определенных офисах и дальше там достаточно свободно все работает то есть это не просто там в корневом офисе гипома при приняли решение что лидер людей надо обучать таком так вот нет просто как бы есть лаба есть ребята которые сами придумывают проекты для студентов вот мы там придумали свое время проект и 1 адаптировали на студентов int framework core потом за мы сами работали еще с точнее aspnet core dotnet core мы тогда еще сами работали на dotnet фреймворке это было там почти 65 лет назад но тогда уже студентам выкатывали aspnet core потому что понимали что когда они закончат лабу они уже будут приходить на проекты в которых очень вероятно что будет aspnet core и пусть они как бы уже на новом на хорошем узнают так вот просто два вот этих пункта то есть джуниоры часто зачастую нужны и им предлагается работа не как типа вот мы берете в команду балластом и обучим это знаете я считаю что это такое это исключение исправил и такое ну это реальную удача человеку попасть на такую работу компания была из социальную функцию выполняет так сказать образовательную функцию которое должно выполнять образовательные учреждения на самом деле да да я тоже хочу сказать по поводу государства просто маленький момент ребята не забываем что государство обучает людей особенно бесплатно с расчетом то что эти люди потом будут эти знания применять в государстве зачастую в том числе для внутренних целей государства почему у нас такое был хороший уровень образования инженеров советском союзе потому что в советском союзе был большой упор на инженерию на производство и люди как бы после завода шли в оборонку давайте честно пол страны работала на оборонку сейчас это все немного модернизировалось и давай честно зачем государству обучать человека чтобы он пошел потом пошел работу я имею ввиду вообще любое образовательное учреждение я лично считаю что у нас конечно реформа образования она должна быть данным но вопрос в том что понимаешь у нас проблема в том что у образование заказчиком кто является заказчиком у вуза клиентом вуза кто является государство нет нет клиента вуза является студент потому что бюджетных мест намного меньше чем платно поэтому бюджет вуза достаточно сильно пополняется платниками вот и из этого выходит что снимаешь момент понимаешь главная задача любого бизнеса это отсатисфачивать своего кастомера то есть удовлетворить соответственно и происходит то что происходит подери но лично мне что частично падение качества образования происходит из-за того что клиентом образовательного учреждения является студент соответственно целью как сказать предметом их отношения является диплом и задача это вести студента до диплома то есть как бы знания они являются таким суррогатным продуктом этих отношений а что ты решил что образование качество образования как-то упало ну понимаешь проблема в том что человек после получения высшего образования должен дополнительно самообразовываться то есть ну вот я смотрю смотрю на людей те которые заканчивают так сказать обучение на программиста да вот они выходят и такой говорит ну вот мне типа 23 года до 22 вот я до сих пор хочу вырасти и решить кем я стану да то есть выходят люди без без профессии слушай у нас где есть профессия мы ушли довольно сильно во первых как бы проблема с программистским образованием с том что у нас образовательный стандарт подстраивается очень медленно и условно он не успевает за рынком но это отдельный разговор как бы фиг с ним я хочу вернуться к истории про социальную функцию и джунов просто а я ну моя позиция стоит в том что вот в этом доучивание джунов нету вообще никакого альтруизма и вот он zero с точки зрения компании это довольно выгодно потому что условно ты берешь джуна за копейки нанимаешь его ну да проходит полгода через полгода ты его доучиваешь под свои проекты под свои под свой стек там под свою культуру под свой домен предметную область да и у тебя получается через полгода нормальный как бы гребец который может неплохо так хорошо грести прямо под тебя заточенный вот ты ему даешь немножко денег сверху то есть он перестает уже у тебя работать за еду когда он там был стажером джуном он начинает уже получать там среднерыночную зарплату но при этом он уже заточен капец как под тебя хорошо и дальше он начинает отбивать все что было в него вложено в принципе довольно эффективно вот поэтому вот эта вот история про доучить джуна на полгода это но как бы win-win состояние и джуну хорошо потому что он там пришел из вуза или откуда-то его там учили си плюс плюс он выяснил что все плюс плюс он знает не очень после вуза и си плюс плюс программистом его никуда не возьмут потому что там нужны как бы прокуренные дядьки в свитерах значит с растянутыми рукавами которые там все уже видели в жизни вот и он приходит к тебе на сишер ты обучаешь все у него старт карьеры он нормально работает его там заменторили и все как бы классно да ему хорошо и компании хорошо потому что получает довольно дешевого либо там в серединке рынка иногда может быть даже немножко ниже рынка бойца через полгода все классно вот так вот тут маленький момент обрати внимание что ты говоришь что у нас и мы создаем человека который затачивается под наши задачи соответственно а теперь представьте вот там одна десятая процента счастливчики которые попали к вам там в другие компании там в другие крупные организации с лабами и прочее это хорошо они молодцы они будут заточены не попадут под вин-вин окей а что делать остальным остальным получается нужно затачиваться ну вот да и тут кстати я хочу вернуться кто и к твоему аргументу про региональных ребят которые типа вот берут нанимают джунов откровенных сажают их на медловые или вообще сеньорские позиции говоря вот тебе короче ты зэшка чем сделай как-нибудь и чтоб все работало хорошо не падала и там все дела вот тут как бы ну есть некоторый момент про там в региональные компании да во первых да вы давненько у ребят из два гиса удиврилов из два гиса был хороший доклад про мотивацию разработчиков и условная мотивация разработчика она многокомпонентная то есть если просто давать людям деньги и постоянно их повышать то как бы человека надолго ты не удержишь вот есть как бы во первых то как в принципе построено отношения в команде да то есть условно если ты там джун или миддл ты заходишь какую-то компанию и тебе может быть платят ниже рынка но у тебя есть например менстерство и ты чувствуешь ты постоянно растешь то есть большая вероятность что вряд ли ты уйдешь из этой компании вот это первый момент второй момент есть там условно и интересные задачи да если проект интересный в принципе то как бы если тебе предложат там плюс 20 процентов но сидеть писать там что-то очень неинтересно есть вероятность что ты не захочешь уходить вот и как бы третий момент есть еще там такое представление как мы спасаем мир да то есть чувство того что мой продукт он очень нужный он как-то меняет помогает людям меняет там действительность лучшую сторону это тоже может тебя удержать да то есть условно люди которые работают в гугле вряд ли там пойдут там в майкрософт образцать там не знаю двухтысячных там 90-х годов который был такой весь кровожадный злой ну потому что они типа тут я как бы хороший а там я буду винтиком бездушной корпоративной машине и пусть мне дадут больше денег но там условно и останусь вот и вот это вот много компонентная мотивация разработчика но в принципе наверно любого сотрудника можно там с каким-то поправками перераспределить она в принципе работает если ты маленькая региональная компания у тебя не особо много денег ты не можешь предлагать там три стакана на секунду то просто создал как бы выезжай на остальных мотиваторах и я знаю много компаний в красноярске в челябинске еще где-то где ребята вот это прочухали да и они создают там атмосферу в офисе они там создают но занимаются отношениями внутри команды там институт наставничества делают еще что-то да они там как-то доносят до людей там что они делают зачем почему это важно вот и эти команды и компании прекрасно существуют набирают людей и ну не испытывают особо там большого кадрового голода при том что их зарплатные вилки они как бы ну региональные очень сильно и как бы условно сейчас там когда у нас пандемия удаленка ты такой думаешь блин как вообще ну как бы любой же чувак там мидл там еще кто-то да у него есть выбор пойти там у себя там в родном челябинске или там красноярске в местную компанию за там не знаю там 100 тысяч рублей абстрактная цифра с потолка или пойти в московскую на удаленку там за 200 ну ну типа какой нормальный человек выберет типа меньше оказывается выбирают потому что просто прикольно потому что потому что компания смогла показать другие свои сильные стороны кроме денег вот есть еще кстати такой момент что есть довольно много команд особенно в регионах когда команда состоит условно из пяти джунов и одного сеньора тоже нормально делать продукты ну то есть условно сеньорах менторит и осуществляет техлицство а джуны как бы фигачит в код вот и опять же зная несколько таких команд могу сказать что они тоже не особо требуют знания фреймверков при найме то есть самое главное чтобы человека башка работала и как они говорят что в принципе за два месяца они доучивают человека до среднего уровня чтобы дальше он мог короче хорошо формализованные написанные задачи решать самостоятельно я как бы не представляю как у них то получается за два месяца если честно но вот за что купил за то продал тут сложный вопрос я тоже год можно я скажу это я к вот этим вот быстрым пирожкам тоже весьма странно отношусь потому что когда я слышу что там условно говоря мы там делаем из джуна сеньора за полгода вот я думаю какой же тогда у вас уровень сеньора но это есть да такой момент у нас в индустрии в принципе не стандартизированы истории про там что такое сеньор что такое джун что такое миду с женом еще более-менее понятно что такой сеньор как бы в каждой компании свое представление поэтому очень часто бывает когда к тебе приходят сеньор и ты их собеседуешь и думаешь господи боже ты из джунов только вчера вышел уже типа там сеньор тем лит в зимой себе написал как так вышло но и же есть же понятие сеньорного проекта когда есть чувак он вполне себе фон на уровне сеньора справляется задачами конкретно данного проекта и он шикарно как он перформит как сеньор для данного проекта он просто на других проектах не будет заходить ну кстати тоже аргумент у меня на самом деле есть такой вопрос который честно говоря я наверное такой уровень менторства вообще мало где видел но то есть джунам действительно там рассказывают что-то показывает но в принципе джун это тоже как сказать все равно это часть команды для часть корабля но то есть это человек который контрибьютит вход выполняет какие задачи то есть даже если его берут просто так то он все равно приносит какую-то прибыль то есть в любом случае он выполняет какие-то задачи да там ну немножко так нужно его код поправить но такого я ни разу не видел чтобы брали ну возможно потому что я работаю на галерах у которых есть предварительные программы обучения то есть обычно берут джунам работа уже на второй галере вот и он в принципе состоянии выполнять какие-то ну то есть какую-то базовую работу без того чтобы его код но полностью надо было переписывать хотя и таких видел да я не спорю бывало такое но таких обычно кикали скажем так из команды вот за которых надо полностью все переписывать но фактически за него писать код вот но по большей части джун все-таки в состоянии выполнять какую-то работу да но мне просто вот такой подход с менторством я просто видел таких джунов которые работали в компании где их постоянно скажем так муштровали на код ревью это потом человеку которого совершенно просто отключена собственная свобода воли он каждое решение спрашивает а как мне здесь делать как мне здесь то есть человек с таким мощным неврозом каким-то я думаешь господи какая же у тебя жизнь была если ты не можешь ни одно решение принять без какого-то согласования мне таких честно иногда не таких людей в команде правда за каждый себе художник да потому что если честно вот хороший пример когда у тебя есть команде достаточно сеньорный чувак который может быть инициативным то есть сеньорный инициативный чувак это круто но не сеньорный но инициативный человек просто пипец это ты моргнешь а у тебя уже как бы тебе на два часа работы по вымуштровыванию кода объяснением почему тут не так почему тут так лучше пункт сидел спокойный когда у него возникали вопросы а типа я не знаю как это сделать он пришел к тебе задавал бы как сделать потому что часто эти ребята они как как мне это сделать и находит решение и ты такой так первое я вижу что решение говно второе но я же не мудак я должен объяснить человеку почему это решение говно третье вместе с объяснением почему это решение говно я должен еще объяснить как сделать правильное решение потому что чего это наш работает в итоге получается что я человеку просто вместо в худшем случае я ему просто объясню как сделать посудил за него код напишу а на деле я ему должен еще перебедить, что вот это новое решение оно лучше, чем тот пипец, который он добавил. Но ты можешь занять воспитательные функции, отправить это в продакшн и потом сказать, ну чё, видишь, говно же ведь. Ну, говно-то потом мне же... Ну, это да, это естественно. Ну, вообще, это вопрос как бы фидбэка. То есть, грамотно, правильно дать фидбэк, это довольно сложная задача, потому что действительно то, что вот озвучивали, бывает такая история, что действительно там фидбэк делается в декларативной такой, директивной форме, да, когда Джуна даёт там что-то, ему говорят переделать вот так, типа это неправильно, вот так надо. И там просто как бы вместо сессии фидбэка чувак получает сессию команд управления, знаешь, как вот марсоходу на Марс отправили, три шага вперёд, три налево, там, ещё пять вперёд проедь. Вот то же самое как бы. Некоторым это норм. Ну, некоторым это норм, некоторым это надо, но история в чём, что действительно, если ты даёшь такую инструкцию человеку, то он получится, ну, таким вот роботоболванчиком, он, ну, будет делать по инструкции, как только задача, ну, попалась ему, в которой нет инструкции, у него ступор. Он как бы не знает, что делать, всё очень плохо, непонятно, я завис. Вот, и как бы вот эта сессия фидбэка, да, она действительно то, что вот называется объяснить, почему это плохо, объяснить, как хорошо, и, типа, дать там какое-то, ну, какое-то направление, куда дальше переделывать этот код. А прям, ну, максимально крутой фидбэк, который я когда-либо видел, состоит в том, что тебе даже не говорят, почему это плохо, а тебе задают вопросы, типа, а что будет, если и там, ну, набор условий с твоим кодом, и ты такой сидишь и такой, ну, кажись, всё взорвётся, тебе говорят, молодец, кажись, всё взорвётся, а если всё взорвётся, то что мы можем сделать для того, чтобы это не взорвалось? Ты такой, пойду подумаю, хорошо, иди. Это, кстати, самый простой с точки зрения энергоэффективности, когда ты делаешь что-то, но самый сложный с точки зрения квалификации фидбэка дающего способа, это же этот, как же называется, коучинг. Да, ещё это много времени ест, то есть чувак уходит, ищет решение, скорее всего, он просто приделывает заплатку костыль на свой, как бы, велик, и, как бы, только с какого-то там третьего-четвёртого раза до него доходит, что его решение говно, и нужно его просто, в принципе, переделать. Вот, так что это позволит выяснить, кстати, уровень человека. Тут момент такой интересный есть, ты его так посылаешь несколько раз, да, просто бывают такие люди, джуниоры, ты его посылаешь, он присобачивает заплатку, ну, словно говоря, ты ему говоришь, слушай, ну, вот у тебя вот в этом случае работает, а в остальных 20 кейсов нет. Вот, он приходит, тебе поправил 20 кейсов, ну, а там же, блин, не 20, а 40, например, да, то есть он не дженера в решении какое-то делает, вот, ну, грубо говоря, вот так он ходит и просто заплатки присобачивает, но это как бы уже, либо ему что-то надо объяснять, либо с ним что-то надо решать. Да, 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 а самое неприятное, что если ты не объяснишь в таком случае человеку, в чем был корень его проблемы, то он будет и продолжать работать по заплаткам, то есть представим себе ситуацию, вот у нас есть чувак, он, знаете, такой, все сделал на этом, не знаю, давайте, какой-нибудь такой, прям, классический джуниорский, кейс, чтобы такой, быстренько, и, ну, допустим, все сделал без, без, без диа, просто, знаете, на синглтонах, накидал приложенько, и все, и он такой, а как ты это будешь тестировать, он такой, угу, понял, ушел, вернулся, он тебе выкидывает ахулярт индексационных тестов, которые сами непонятно как работают, и жестко зашиты, такой, так, все, теперь у тебя вторая, у тебя появилось две проблемы, теперь тебе еще нужно объяснить человеку, как правильно писать тесты, и так далее, и тому подобное, но это еще не то, не такая проблема, как проблема оверенжиниринга, когда выходит чувак, и он выкатывает для простой задачи, которую может, который как бы, ну, реально можно было бы решить очень просто и примитивно, он выкатывает сложное, хитрое, вычерпное решение, и ты все смотришь, в принципе, оно работает, и в принципе, от него бенефитов, даже есть какие-то доп-бенефиты, потому что потом он такой, чувак сделал, вот у меня такое решение, и оно еще будет суперперформанс, если этот код мы когда-нибудь будем использовать в high-load системах, которые мы никогда не будем использовать, и тебе еще надо объяснить тогда человеку, почему это должно, почему он должен уменьшить сложность этого решения, почему он должен этот адский оверенжиниринг полностью удалить и написать по-тупому, и вот тут, к сожалению, вопросы не срабатывают. Ну вот да, видишь, тут как бы нет однозначного просто решения, и поэтому вот эта вот история про фидбэк, она такая, кажется, как бы очень простой, на самом деле нет, и нужно понимать, то есть, когда ты балансируешь, когда ты условно задаешь вопросы человеку, и он на них пытается ответить и понимает, что его решение говно надо переделать, еще бывает, когда тебе нужно в него просто кинуть, ну, какой-то ссылкой, там, почему синглотон говно, 18 причин, вот, там, от какого-нибудь суперавторитетного дядьки, который, ну, в общем, все ему объяснит и разжует на пальчиках, вот, а иногда тебе нужно действительно просто директивно сказать, там, три шаг налево, три направо, потому что ананас, все, давай, делай, вот, у нас проект горит, и вот это все нужно как-то замиксовать в такой пропорции, чтобы в итоге все-таки через, там, полгода или какой-то у тебя горизонт выращивания, это вот жена в полноценного грибца, да, чтобы он, ну, получился, как бы, плюс-минус адекватным человеком, способным, во-первых, решать задачи, во-вторых, анализировать свое решение и, там, хотя бы примерно понимать, насколько оно хорошо, плохо, и, в-третьих, самому, там, искать какую-то инфу, какой-то ресерч, и, там, делать, и, в принципе, приносить пользу компании, это вообще ни разу не просто, на самом деле, менторство, это, это, это сложно. Тут мне почему-то история про синглтоны напомнила, знаете, момент, когда родители, которые вечера проводят с пивком перед телевизором, ребенку говорят, ну, ты бы пошел бы, что-то спортом, что ли, занялся, да, тут тоже, я, что-то такой флешбек был, так, если Джун написал все на синглтонах и без тестов, то, может быть, ему негде посмотреть вообще инфраструктуру тестов, может быть, там вокруг все на синглтонах уже написано. Ну, кстати, да, но это хороший поинт, когда действительно есть, ну, когда ты не просто говоришь, что, чувак, пиши как-то вот так, потому что там, вот статья есть, а когда ты приходишь и говоришь, вот смотри, у нас есть проект, там решалась плюс-минус похожая задача на твою, вот, можешь посмотреть, как там это сделано и как там тесты написаны. Это, ну, хороший пример, потому что, во-первых, ну, Джуны, они довольно хорошо копируют, зачастую решение, да, если у тебя есть плюс-минус где-то нормального качества похожего решения, то он его, скорее всего, скопирует там без особых проблем, вот, во-вторых, у вас плюс-минус будут там похожий код, похожие подходы, и это хорошо, если вы между сервисами, компонентами, системами переключаете разработчиков, вот, ну, и в-третьих, это хорошая обучающая функция, посмотреть уже на что-то готовое, понять, как это работает и адаптировать его под свою задачу. Да, окей, мы, в принципе, классно обсудили, так, получается, что, у нас есть джуниоры, и джуниор мы стараемся обучать, если джуниор, джуниору не повезло попасть в компанию, где его обучат, он сам должен под это все подстраиваться, читая книжки, давайте вернемся к старту, какие книги мы можем порекомендовать людям почитать? Короче, мой список, наверное, Троилсон с выкинутыми фреймверками, либо Альбахари, дальше Тепляков паттерны, дальше Рихтер, и в конце скит, вот как-то так. Ага, Ну, и все это разбавляется периодически какими-то книжками по конкретной технологии фреймверку, если это ему уже нужно для рабочих задач, ну, либо просто стопками документации, ну, и это все должно вместе проходить с менторством. Ну, еще какие-то видеокурсы, кстати, молодые ребята хорошо с видеокурсов улавливают, и там условно, если хочется поучить чуваков там по сгрессу, у них есть там, например, отличные видеолекции, можно его просто туда сунуть, и он придет назад, уже плюс-минус способный писать какие-то не совсем ужасные запросики, неплохо тоже. Да, и вот тут получается сразу момент, давайте по приоритетам, то есть, я считаю, что каждое чтиво, каждый этап чтения человека должен приводить к какому-то результату, то есть, опять же, у нас первый результат, человек, у нас есть две цели джуниор, он вышел из вуза, первая цель, это попасть в компанию, где его научат, в таком случае, он должен, получается, читать книжки, которые расширят его критическое знание, расширят его, не знаю, способности по анализу вопросов, скиллы, в общем, стандартный инженерный взгляд на жизнь, а второй кейс, это книги, которые ему позволят прийти в небольшую, не берущую там, не знаю, иностранные заказы компании, где он сможет уже нормально грести под эти компании, и вот тут я бы сказал, что вот, если отвечает, если бы я бы ответил, то в первом случае я бы рекомендовал сразу начать со скита, потому что книга скита, скит, он в своих книгах идет по дизайну языка, по тому, как язык формировался, язык, именно C-sharp, является нашим, как бы, основным инструментом, и понимание того, как этот язык разрабатывался, позволит нам правильно его использовать, потому что мы понимаем, для чего нужен, нужен та или иная часть инструмента, потому что скит как раз объясняет, для чего это добавлялось, и как это можно использовать в своей работе, и это позволит человеку как раз эффективно войти в другую, в компании, типа вот, в твоей компании, Артем, с другой стороны, если человеку нужно прийти и сразу, вот тебе тест за работой, ему как бы вот это философствие, не дадут возможности в эти компании адекватно попасть, и тут нужен Troilson, я бы рекомендовал Troilson, плюс фреймворки, плюс самое главное, почитать документацию по дотнету, на docs.microsoft.com, потому что, если честно, там настолько прекрасная документация, что ее можно читать как книгу, вот, Аваня, а у тебя что-то по этому поводу думаешь? Ну, вообще, я хочу сказать, такой интересный момент, что, я считаю, Рихтер, отличная книга для Джуна, но мы все-таки, понимаете, Джуны на самом деле разные же бывают, человек, который полгода-год отработал, он же все равно Джун, ну, мы можем сказать, что через год, он уже там middle, strong middle, возможно, там, или какой-нибудь там, engineer level 2, ну, в любом случае, да, то есть, ты человек, у которого есть опыт, просто когда я прочитал Рихтера через год, после того, как начал работать, ну, может, не через год, через полгода, ну, где-то так, вот, и мне очень дико зашла эта книга, ну, понимаете, я уже, ну, у меня как раз был тот случай, да, как вот, как и ты описываешь свой опыт, я пришел, мне дали и сказали, на делай, надо сделать, вот, причем я сам выбирал технологию, но мне надо было сделать тузу, которая бы с моей железки, с моего девайса, читала бы данные, вот, и поскольку там, как бы, в отделе все писали, там был еще программ на C-Sharp, вот, я выбрал C-Sharp, как бы, я знал его немного, там, да, собственно, до этого я знал Delphi, у меня диплом на Delphi был, вот, а здесь вроде как в WinForms, что-то похожее, я так C-Sharp немного знаю, и здесь используется, я начал, короче, на нем фигачить, но там не было ни код-ревью, ничего, но мне так не хватало знаний, что я там, не знаю, начал читать, я паттерны прочитал, переписал все на паттерны, там, ну, собственно, Gov прочитал, вот, потом, значит, до Richter дотянулись руки, я тут, я просто не знаю, для меня это было как откровение, знаете, вот как оно все внутри, на самом деле, работает, я за поем просто прочитал Richter, вот, я даже купил его в бумаге, но у меня был отвратительный перевод, вот, и я говорю, на самом деле, то есть, нулевому Джуну, наверное, не стоит Richter читать из кита, он просто не поймет, не знаю, если только он зазубривать будет, но Джуны бывают разные, если, допустим, он уже пытался несколько проектов сам реализовывать, возможно, ему Richter дико зайдет, то есть, я считаю, что нужно читать книги все-таки по тематике, по какой-то, я, к сожалению, я не так много книг прочитал, я в основном читаю статьи, то есть, либо где-нибудь, ну, либо просто MSDN, да, то есть, на самом деле, действительно, я согласен, что можно открыть микрософтскую доку, и просто читать нужные тебе разделы, и это, ну, не знаю, по, вот, по ISP.NET я ни одну книгу не читал, я просто читал, вот, открываю там, вот эту официальную доку, и там все есть, там есть и OpenAPI, и прологи, по-моему, что-то там, не знаю, просто дофига всего, там, как бы, книжку не имеет смысла читать, а вот, возможно, что-то по платформе, типа Richter, ну, не знаю, возможно, фреймворку заменить Richter, как вариант, но тут вопрос, да, вот, это именно вопрос изначальных знаний человека, да, то есть, как бы, на какую почву это ложится, я думаю, есть литература для нулевого человека, возможно, до Troilsen подойдет что-нибудь попроще, да, типа, там, берем и делаем, да, вот, Hello World и разбираем его, вот, а, возможно, для человека, который уже немножко в этом поварился, ему что-то нужно глубже. Да, и вот, кстати, ты очень хороший поинт отметил по поводу документации по Аспнету, если зайти и посмотреть на документажку Аспнета, то у нас окажется, что по факту, прочитав ее всю, а там ее прочитать можно, там, за недельку спокойно, неторопливо, то ты реально можешь сказать, я знаю, как делать сайты. Это не только касательно Аспнета актуально, то есть, тот же самый. Для Аспнета это особенно актуально, потому что там как раз расписывается очень много аспектов того, что с этим делать. Просто EF, если ты EF Core будешь изучать, то ты просто такой, я знаю, как запрашивать SQL, но это же, типа, ну, не то, это не совсем, это не даст мне вот этого всего буста, с точки зрения, прихода в компанию, там, газ, нефтепродукт из-за Уралия, и не позволит мне сделать у них продукт, который они хотят. А документажка по Аспнету позволит, ты сразу там сделал у них на Razor, страничку, у них все работает, они говорят, слушай, все отлично, все хорошо. Вот тебе премия, мальчик. Два яблока и пряник. Да-да-да-да-да. Ну, окей. Слушайте, может, давайте по технологиям пройдемся, то есть, посмотрите, мы сейчас говорили про какие технологии? Слушай, ну, как говорили, в основном о стандартном стеке, это Spanet Core, EF Core, я тут немного потопил за дапер. Вот. А теперь самый интересный момент. То есть, смотрите, еще раз, мы четко разделили, что есть Junior A, которому посчастливилось попасть в компании, где его будут бэбиситать. Это хорошо. И есть остальные 95% ребят, которые идут в эти боксарские, сталелитейный завод, ну, вы понимаете. И тут начинается интересный момент. Какие технологии актуальны для чебоксарского сталелитейного завода? Знаешь, что-то как бы, ну, типа, сложно сказать, потому что довольно, ну, то есть, это миф о том, что в регионах вдруг резко технологии как-то меняются от московских. и, ну, и картина ровно такая же, то есть, там, условно в том же самом Красноярске новые проекты ребята пишут точно так же там на пятом дотнете с там, с последним EF Core и как бы на пасгрессах, и это все крутят в кубере, вот, и даже у них там мониторинг на Прометеусе как-то работает, и вот это все, то есть, ну, принципиально ничего не отличается. Единственный, как бы, момент есть в том, что есть условно новые проекты, есть условно старые проекты, и когда ты попадаешь на старые проекты, там приходится откапывать зомби, да, потому что часто, ну, есть большое количество легоси в банках, на тех же самых заводах, там, еще где-то, еще где-то, вот, и, как бы, зачастую может быть там все, что угодно, то есть, в 2К21 нормально встретить веб-сервисы, которые вот эти вот ASP, там, X, или как они там, ну, как бы, это то, что было до ВЦФа, нормально встретить, там, ASP.NET, вот это, вот там, 2.0, не MVC, вот это вот 2.0, то, что такое бывает, Webforms, который, да, Webforms, это все называется, VPF, примерно миллиард, VCF, тоже примерно миллиард, всего вот этого барахла, примерно миллиард, и там, SQL Server 2008, наше все куплено, и когда-то там, вот, и 2003 винда, то есть, такое тоже есть, но оно не специфично для регионов, в Москве, если ты зайдешь в какой-нибудь банк, не особо хипстерский, то есть, не в Тинькофф, там, или Альфу, вот, а во что-нибудь такое, там, МОЗ, Горбанк, какого-нибудь района, то ты, как бы, получишь, ну, ровным счетом, тот же самый стэк, и тут, как бы, просто вопрос встает, а стоит ли жену, в принципе, это учить, да, потому что, ну, типа, честно говоря, как бы, вероятность того, что тебе это понадобится, ну, как встреча с динозавром, то ли встретишь, то ли нет, то ли понадобится, то ли нет, а как бы, осознанно, типа, прокачиваться в ВЦФ, и который, ну, он, похож, там, да, там, все вот эти вот, G-RPC и прочие истории, они похожи на ВЦФ, там, концепции, но все-таки, вот эти детали, там, биндинги, всякая история, она, ну, вообще тебе не особо впилась, вот, и, что-то, вот, я даже не знаю, что рекомендовать, если честно, по-моему, надо учить просто актуальный стэк, если тебе не посчастливилось, и ты вляпался в, какой-то труп мамонта, и тебе сказали его оживлять, ну, значит, это скачаешь книжку, или купишь, или купишь и скачаешь, вот, и получишь конкретно, там, VCF, там, VPF, либо, там, не знаю, прости боже, бобформа, если тебе это потребуется. Угу, вот, я на самом деле с тобой согласен на 100%, но у нас в холиваре, который был буквально пару дней назад, в чатике, чувак задвигал другую позицию, и мне очень хочется поиграть в адвокат дьявола. Ну, давай, включай, поэтому я тут хочу, хочу такую мысль сказать, смотрите, если мы, опять же, представим себе ситуацию, у нас студент Вася, студент Вася, он не заканчивал, супер-пупер-топ, там, SPBGU, ВУЗ, у него в дипломе на работе тройбаны, и большей частью времени он проиграл Fortnite. Соответственно, знаете, как я набросил-то сразу? Кстати, нет, там, там с геймдемом тоже проблемы. Не, я про другое, и он хочет пойти в программирование, но он понимает, что, ну, он придет в какую-то крупную, вот, к тебе придет, Артем, ты скажешь, такой, ну, чувак, расскажи, пожалуйста, и ты такой, что-нибудь такое крутое, а он такой, ну, не знаю. Массив, сортировать, пузырек. Да, ну, то есть, чувак понимает, что он, как бы, его квалификация очень низкая, он, он, как бы, не супер-пупер, конкурентно способен, но он хочет стать программистом, чтобы, ну, как бы, ну, нараститься уже в бою, ну, в компаниях, то есть, возможно, он потом станет крутым программистом. Черт возьми, а на самом деле, тут не надо говорить студент Фася, студент Саша. Просто когда я тогда учился, фортайт на ней было, была дота. Так вот, он, и тут надо, давайте зададим вопрос, как ему надо провести анализ рынка по требованиям, рынка, доступному ему. Вряд ли его возьмут крупные компании, вряд ли из него будут выращивать что-то, просто они смотрят на него и думают, эх, Вась, Вася, Саша, Саша, из тебя ничего хорошего не вырастет. В общем, как бы, для таких компаний, он как студент, как жюниор, ничего. Поэтому, он начинает смотреть на рынок, доступный ему вакансий, в котором, понятное дело, что, он, на этом рынке не очень большие зарплаты, но и конкуренция, он не конкурирует, там, с супер, там, краснодипломниками, золотыми медалистами, олимпиадниками, он конкурирует с такими же Васьками, которые в PUBG играли, PUBG Mobile против Фортнайта. И вот, если посмотреть на этот рынок, вот давайте, какие там могут быть технологии, и вот тут на этом рынке-то, возможно, будет и WPF, и WCF. Слушай, смотри, у нас логическая ошибка, касательно того, что прохождение собеседования и знание технологии, это как-то, типа, коррелируется. По факту, для того, чтобы Джину пройти собеседование, ему не обязательно знать весь набор кейвордов, которые в вакансии перечислены. Ему все, это во-первых, во-вторых, необязательно их все знать заранее и хорошо. То есть, мне нравится концепт, о котором Рома неволен рассказывал, как он собеседование проходит. Ну, Рому уже давно не Джун, но, мне кажется, совет вообще дельный для, вообще, на любом левеле. Он говорил о том, что ему, как бы, он выбирает какую-то компанию, в которую хочет пойти, да, смотрит, у них вакансии, у них висит вакансии, и там в вакансии перечислен список кейвордов, да, каких-то. Он берет такой, так, это я знаю, с этим работал, это работал, о, это не знаю. Берет этот, как бы, кейворд, да, и изучает его там. Ну, на каком-то уровне, понятное дело, что там ты готовишься к собеседованию, типа, у тебя там две недели есть, в лучшем случае, да, в худшем, завтра. Вот. И у тебя, конечно, нет времени там как-то суперзаботать эту технологию, разобраться с ней, педпроект на ней написать. Ну, конечно, нет. Ну, ты можешь просто взять, как бы, и примерно почитать, что это такое, там, какое-то обзорное видение этого составить. Вот. И он, собственно, готовится к собеседованию, потом идет и говорит, да, вот, ребят, я с этим работал вообще, как бы, давно хорошо, а вот это вот, значит, там, ну, я имею представление, это вот такая штука, бла-бла-бла, и как бы успешно проходит этот собес. Мне кажется, это очень хороший совет для джинок, в том числе, да, не надо заранее сидеть и там разботывать что-то. Ну, вы как бы смотрите вакансию, там написано, вот, типа, ведь VCF нужен. Ты такой, окей, Google, что такое VCF? А, это вот такая вот ерунда. Идешь на метанит, смотришь на метаните, обзор, как бы, вот это вот VCF, как что, нужно куда ткнуть, чтобы у тебя что-то заработало. Вот такой, о, окей, я примерно понимаю, там, биндинг, там, адрес, там, point, привязка, окей, круто. Значит, все, идешь на собес, говоришь, я как бы джун вообще-то, но я знаю, что такое VCF. Во, я знаю, там, вот привязка, есть еще вот это вот, вот это вот, да, вот. Я как бы с ним не работал, но представление имею. И все, проходишь собес. Не надо переживать. А дальше уже как бы пройдешь собес, и это, документашку в зубы, и вперед. О, и вот, я хочу сказать, что это пипец, какой хороший совет, но есть одно жирнейшее но. Ни в коем случае нельзя говорить, что ты работал с этой технологией. Не, Мы сколько раз уже обсуждали, что в, да, сколько раз уже обсуждали, что в, особенно с российских собеседований, что за базар у нас отвечать надо. Если ты такой, окей, так, WPF почитал, недельку сделал какой-нибудь, может даже, пэт-проект, и приходишь, ну, запустилось, запустилось, сделал там калькулятор какой-то за два вечера, и все. Да. Ну, ты честно об этом скажи. Да, и тебе сразу-таки начинают говорить, такая, окей, ну, расскажи, пожалуйста, как ты будешь пейрить MVVM с Reactive Extensions. Это как? Расскажи, как там WCF, там это, дуплексное соединение работает. Давай, 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 давай. Блин, на самом классный вопрос, мне всегда нравилось. берешь такой, на XML-чике, хоп, и у тебя дуплексное соединение. Потом хоп, и не знаешь, почему оно не работает, потому что ты не разобрался. Потому что внутри там такая адская абстракция, что он тебе постоянно будет кидать ошибки непонятные, и ты такой, так, StackerFlow, привет, помоги мне, как мне понять, что значит, это ошибка? Да. Ну, по сути, нужно понимать просто, что от Джуна не требуется знание технологии, ну, хоть сколько-нибудь глубокой. Если Джун говорит, что я там, не знаю, писал один пэт-проект на VCEF, и я примерно понимаю, куда там нужно вписывать код, для того, чтобы что-то произошло, все, красавчик, достаточно. Остальное научим, объясним. Как бы, если бы нам нужен был эксперт в VCEF, который знает, как все это дерьмо работает, и когда оно ломается, как его починить без гугла, ну, наверное, Джуна-то не искали. Ну, вот тут как раз интересный момент, что зачастую, да, ладно, эксперт не нужен, но приведу пример, я работаю с чуваком, прикольный такой чувак, юнитист, ну, потому что я сейчас на Юнити пишу, и он рассказал, что на прошлом проекте им конкретно нужно было, они переводили приложение на Async, потому что в Юнити там с Async'ами есть чудеса, и этот чувак был единственным в команде, кто взял и разобрался, как работают Async'и. И, то есть, ну, ты понимаешь, что вот ты, допустим, приходишь к какой-то нефтехимпром Чебоксары, и там какая-то команда разработчиков. Пусть уже будет Якутия или Владивосток. Надо менять жертв, чтобы не обиделись. Ладно, давай, Якутия, Олени и Чукши Якутия. Там нет. За Якутию сейчас предъявляют, между прочим. За Якутию в медийном пространстве предъявляют, так что я бы не стал думать. Ладно, давайте, кто у нас будет там? Уездный город Энск. Уездный город Энск, да. Да не надо, что ты докопался до настоящих городов. Я, кстати, вот, я хотел тут пример привести по поводу, что в Воронеже есть компания Evron, и у них на RAST'е написано, собственно, CICD. Вот. Но я, к сожалению, посмотрел, что компания уже с московским адресом. Вот. Но я точно знаю, что они возникли в Воронеже. Окей, Воронежская компания. Ладно, у меня просто в Воронеже, я в детстве ездил, когда в Французскую область, на лето, всегда пролежал мимо Воронеж, и у меня Воронеже всегда ассоциируется с вот получасовой остановкой поезда, и беляши, 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 поэтому Воронеж-беляши Incorporated, и у них есть команда, такие ребята, все средники по квалификации, и, соответственно, если ты взял, ты прям шаришь в какой-то, в каком-то аспекте, то есть, не знаю, вот как тот чувак, про который говорил, он там по синках шарит, то ты же будешь суперполезен для них, ты можешь реально их проблемы решать. Ну, понимаешь, это же вопрос опыта, то есть, чувак же уже разобрался, он уже сел и разобрался, он сел и разобрался на своем, ну, как бы, месте работы, где он работал до этого, ну, там, предположим, а потом он уже переходит в другую компанию, и в качестве козыря он может говорить, знаете, ребята, вот на своей прошлой я разобрался, как асинки в Юните работают, хотите, вам тоже сделаю. Ну, и это, конечно, большой плюс при его найме, потому что у него есть там какой-то навык полезный. Ну, мы сейчас говорим про Джуна, который, ну, типа, блин, у него нет места работы, он ищет, ну, там, первое свое место работы, по факту. Ну, мы, наверное, в этом фишка, если он возьмет какую-то технологию, какой-то фреймворк, и я соглашусь, что надо что-то популярное брать, ты в таком случае с большей вероятностью попадешь в, ну, как бы, в точку, или же взять что-то не настолько популярное, но для чего все-таки существуют вакансии. То есть, берем, вот, Джуниор, он взял и прочитал книжку по WCF. В таком случае, если в Воронеже Беляши Инкорпорейтед есть компания, которая использует ВЦФ, и там сидят ребята такие, ну, у нас это было написано сто лет назад, не понимаем, как она работает, и не хочется разбираться, а ты такой, в белой рубашке такой, и я вам все починю, потому что я прочитал книжку по WCF, и все такие, да, чувак, приходи, ты потрясающий, мы хотим тебя, вот тебе деньги, 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 деньги. В таком случае, он больше денег получит. Да, просто потом они узнают, что ты Джун, начинают сомневаться, что ты починишь что-то, не разломаешь, и, в общем, стратегия-то не особо взлетает, ну, почему? Ты приходишь, они тебе говорят, ну, я, типа, мы вообще не знаем, как он разбирается, и сами не хотим разбираться. А ты говоришь, а я разобрался, вот, давайте я вам сейчас возьму, и, типа, расскажу, как она работает. Вот, решу вам прям насобеседовать какую-то из проблем. Потому что я взял, я почитал, я, допустим, знаю, как работает known types, и знаю, допустим, почему у вас при ошибках, эксепшенах, у вас stack trace пропадает, и как вернуть stack trace при fault контрактах. Вот такое хорошее. И ты такой, типа, оп, на белом коне выезжаешь, и они такие, да, чувак, это именно тот, кто нам нужен. Прям, ты же супер, супер. Это же вопрос инвестирования твоего времени. То есть, как бы, если ты будешь рассчитывать на какую-то одну конкретную вещь, да, то есть, ты такой, окей, взял VCF такой, и разобрался, там, не знаю, там, в одном, там, фолд контрактах, да, так, тут вопрос в чём, ты, тебе нужно знать, что в конкретной конторе проблемы с фолд контрактами, и ты там будешь, там, в белой рубашке, да, а если нет, тогда, как бы, ну, нафиг ты им нужен, да, остальной VCF, ты, как бы, не успел заботать. Или, как бы, ты должен весь VCF заботать, там, с нулика, там, до, ну, какого-то взрослого уровня, но ты джум, у тебя на это время не дофига уйдёт. Ты готов, как бы, сидеть дома, там, не знаю, у мамы в подвале и изучать VCF, когда другие пацаны просто придут, скажут, я, короче, нихера не знаю, но это горю желанием работать за еду и учиться, возьмите меня, пожалуйста. Вот, ну, и, в общем, пока ты будешь в VCF в подвале ботать, эти пацаны уже, это будут опыт набираться на реальных проектах, и им это сеньоры будут объяснять, как VCF тот же самый работает, если они попадут на VCF. Мне, стратегия, не знаю, мне кажется, не особо спешит. Справедливо. Мне фраза, я разобрался, напомнил одну историю, как это было, скажем так, то есть, практикантская программа в компании, и через там, каждый месяц практиканты, они отчитываются по поводу своих проектов, по поводу того, что они выучили, вот один чувак такой говорит, типа, я разобрался, как работает MS SQL, я полностью там изучил MS SQL, он что-то такое сказал, на что ему проверяющий сказал, ой, это отлично, я пойду своему знакомому, расскажу, он уже 7 лет изучает, MS SQL, до сих пор не разобрался. Я 10 лет работаю с MS SQL, и не могу такое заявлять. Ну вот, да, поэтому лучше Джуну избегать фразы, что я разобрался, это я просто, так, попрюзжать. На самом деле, мне кажется... на российских собесах за базар надо отвечать. Мне кажется, вообще, мы немножко отошли в сторону, потому что мы обсуждаем, будут ли Джуна спрашивать по поводу фреймворка, а по сути, а что Джунов на самом деле спрашивает, я думаю, скорее всего, у них спросят, как хэштейбл работает, да, или там, не знаю, дикшенери, или что-то такое спросят, и дадут какую-нибудь задачку по поводу того, что у тебя дан массив из чисел, и нужно их там домиком сложить. Вот какая вероятность, что собеседование будет вот так выглядеть, потому что большинство думает, что все же действительно, что Джун не особо понимает фреймворки. Что же на самом деле считать Джуну, чтобы пройти собеседование? Все зависит от того, как ты себя позиционируешь. То есть, если ты себя позиционируешь, ты пришел в компанию, которая нанимает Джуна, вот как у Артема, или как на тренинге в ЕПАМе, и говоришь, пацаны, я Джун, вот мои лапки, но я клевый. Это одно. Но опять же, для того, чтобы у тебя конкуренция в этом плане огроменная, и в основном конкуренция такая, что чаще нанимают каких-нибудь там краснодипломников и просто ребят, у которых шило хорошее в заднице, язык подвешенный. А если ты не такой, то мы как раз в данном случае пытаемся обсудить, а что тогда, чем тебе еще козырнуть? И вот один из вариантов, это знание технологии, знание фреймворка. Возможно взять и задрочить Аспнет и сказать, знаете, как бы я на самом деле шарю круто в Аспнете, и позиционировать у себя, что я считаю, что у меня адванс знания в Аспнете. Не экспертный, но адванс. Я там, не знаю, на гитхабе себе закинуть какой-нибудь, как вот Артем говорил, примерчик, как ты сделал сложное приложение с использованием всех фичей, которые ты прочитал на MSDN, точнее на docs Microsoft.com с Аспнетом, чтобы собеседующий пришел, думал, блин, чувак, конечно, ни хера не умеет, но вас в Аспнете шарит. И как бы нам как раз нужен чувак, который сможет спокойно как бы вот эту вебную морду держать. Вот у меня такой вопрос, смотрите, в общем, вот кого бы вы взяли бы, вот есть два Джуна, да, один Джун прочитал доку по Дотнету, да, и может там Hello World написать, да, с EF Core, ну вот, например, да, то есть вот он может там, не знаю, вы его посадите за ком, дадите ему 4 часа там и студию, да, и он вам там напишет какую-нибудь там корзину, я сам такое писал задание, вот, примерно в таком формате, вот, корзину магазина, да, с товара взять, убрать там и так далее, вот. Вот, или, допустим, Джуна, который, например, знает, чем процесс от потока отличается и может засинхронизировать два потока с помощью мутокса или, допустим, использует Concurrent Dictionary, вот, и понимать, зачем это нужно, вот кого бы взяли. Один знает асп.нет, вот на таком уровне, как я объяснил, вот, но не знает вообще, что такое мутокс, у него спрашивают, говорит, не знаю матерное слово, а другой знает, но асп.нет он не знает. Обоих. Пусть они друг друга обучат там, да, и даже на них не надо тратить. Ну, просто, понимаешь, если, как бы, ну как, у меня, мои критерии к Джуну заключаются в том, что мальчик должен быть обучаемым и он должен нормально воспринимать это дедовщину и побои, ну, условно, то, что когда ему будут говорить, что он сделал что-то неправильное, он может, ну, чтобы он, типа, а окей, а что неправильно, а почему, а где почитать, пойду переделаю. Вот. И, соответственно, если чувак разобрался в Эспенете и можно писать корзину, ну, значит, он обучаемый, как минимум. Ну, уже неплохо. Если парень заинтересовался, пошел и разобрался, чем трет от процесса отличается, что такое, мьютикс, либо еще что-то, ну, тоже парень явно, как бы, обучаемый, и судя по тому, что он залез вот в эту, как бы, тьму, значит, скорее всего, ему еще интересно разбираться глубоко. Ну, тоже, вроде, прикольный парень. Соответственно, если они, как бы, нормально будут, ну, просто по общению нормально фитятся в команду, то и того, и того можно взять и доучить. Ну, как бы, не вопрос. А я первого бы взял. Объясню. Во всем все зависит от того, какие у тебя задачи. То есть, у меня, допустим, сейчас POS Stream. Мы сидим и делаем POS-шки на юните. И я бы взял человека, который, вот, подключится, я ему дам задачку, и он ее сделает. И мне не нужно тратить будет время, на то, чтобы его доучить. То, что он сделает ее не очень хорошо, да и хрен с ним. Она будет работать. Для POS-шки достаточно. Опять же, если бы я работал в каком-нибудь каменской шахтинской маслобойной перерабатывающей, первый маслобойный завод, то я, скорее всего, тоже выбрал бы первого, потому что, как бы, скорее всего, я понимаю, ну, у меня на смуте с рынка вообще никогда не будет. Зато этот чувак сядет и уже завтра начнет перформить. И у нас, у нашего каменской шахтинского маслобойной перерабатывающего будет реальный, как бы, реальный сайт, а не супер-супер хай-перформанс мультистрейдинг-приложение. Ну, смотри, ты же исходишь из того, что ты хочешь... чтобы он сразу перформил, правильно? Да. Я просто исхожу из того, что и первого, и второго, то есть то, что человек прочитал доку по МВС-шке, он все равно, скорее всего, пишет говно. Ну, потому что он там на какие-то грабли не наступал, а не потому что он глупенький, ну, просто опыта нет. И за ним все равно нужно будет ходить. И второй, как бы, тоже, типа, ты ему дашь ту доку, он ее прочитает, тоже за ним нужно ходить. Вот, ну, в моей картине мира я ищу человека, не которого я посажу, и он будет перформить. А я учу, ну, как бы, ищу человека, которого я посажу, и довольно быстро мы его обучим, и он начнет перформить хорошо. Вот, как бы, если смотреть с первой точки зрения, кого из этих двух мне можно взять, потратить минимум усилий, и они начнут перформить, ну, конечно, нужно брать того, который уже Spanetic почитал. Вот, но если горизонт, как бы, планирования идет чуть дальше, то, в принципе, без разницы, и тот, и тот научатся. Но с точки зрения реальности, на самом деле, когда к тебе приходят два таких джуна, в принципе, ну, действительно, надо брать обоих, и правильный ответ будет, кого возьмешь, того, кто оффер примет, потому что он еще может отказаться, на самом деле, были такие случаи, я помню, но я не очень много собеседовал, один был просто, но он не джун был, на самом деле, он, скорее всего, уже работал, но Принько был реально 20 лет, но он, видимо, где-то уже работал, у него в резюме там был, по-моему, чуть полтора или сколько-то, он замечательно, он лучше, чем многие люди, которые там приходили, знаете, там, шестью годами работали, там, вообще рассуждал у него, вот, но он-то не отказался от оффера, я так понимаю, но не я-то офферами занимался, я так понимаю, ему из-за возраста пытались, наверное, какой-то джуниорский дать, вот, а к нему уже, так сказать, на кривой козеты не подъедешь, был, на тот момент, но я не знаю, как там ситуация сложилась, это мое предположение просто. Акела промахнулся, не удалось, загробастать паренька. Да, слушайте, давайте тогда еще по технологиям, то есть, смотрите, мы сильно сфокусировались на технологиях, и, как бы, причем мы говорим о некротехнологиях, давайте честно, ВЦ, ВПФ, ну, нафиг надо. Вот тут был хороший вопрос, а клауды, если посмотреть по собеседованиям, то, если честно, ажурка, она вполне себе присутствует, и довольно часто. Проблема в том, что, скорее всего, в чукотском алмазодобывающем вряд ли используется эйджур. Саша, давай для реальности все-таки вспомним. Кубер подняли себе локальный, вот этот ваш облачный, небезопасный, буржуйский эйджур. Саша, я предлагаю все-таки для, так сказать, чтобы никто не обиделся вспомнить про Санкт-Петербургский моторостроительный, тоже, не забывая про него. Электросила! Знаете, мне очень нравится советский, давайте, электросила. Вот на электросиле точно эйджур не используется, я прям уверен. Или лучше, давайте проще, в губ, в какой-нибудь в губ ФКЦ земля, где я лет 12 назад работал, вот там, там как раз тоже были, вот серверок лежал, стоял, как говорится, рядом с нашим кабинетом, я там велик прятал. Я сидел на кухне, ну как сказать, там раньше кухня была, но когда стал отдел расширяться, там поставили столы, и вот мы вдвоем с чуваком сидели, а сзади на сабе был обиденный стол, и люди приходили, там сосисон и ели. А вот буквально вот рядом со мной стоял стойка, и там сервер был. То есть я мог его кнопкой включить, выключить, например, или еще что-то сделать. Ты подогреть мог обед на сервере, запустил какую-нибудь мощную джобу, и пошел подогревать, и микроновку покупать не надо. Так вот, в общем, просто мысль-то какая основная? Про ВПФ, ПВЦ говорили, но если вот этот самый чувак, опять же, еще раз говорю, повторюсь, мы не говорим о джуниоре, который попал вот в эти счастливые 5%, который в к Артему, или в какую-нибудь другую крупную компанию в лапу, нет, я говорю про остальных ребят, которые из универа сразу идут в небольшие компании, которых сразу, которых недообучивают в этих небольших компаниях, в которых от них требуется уже сразу перформить. Так вот, Клауд, может действительно человеку почитать C-Sharp, опять же, Троусона без фокусировки на фреймворке, на ВЦ, хотя, аспект Троусона я бы рекомендовал прочитать, вот просто прочитать Троусона, и взять по Ажурке или по АВС что-нибудь. Ведь это же круто, придет чувак с разумом, он шарит в клаудах. Блин, знаете, я как бы уже говорил об этом в кулуарных чатиках, но тем не менее я в душе не понимаю, чем как бы разработка приложений для клаудов отличается от разработки приложений не для клаудов. Вот если ты как бы пишешь какое-то приложение, которое должно плюс-минус скалироваться у тебя вне клауда, оно и в клауд нормально заедет, а специфика в виде там деплоя, конфигурации каких-то этих особо одаренных вещей специфичных для какого-то конкретного вендора типа там Azure Blob Storage, Azure Tables и вот это все, ну, блин, доучишь, если надо. Как бы, серьезно, я как бы, ну, довольно сомнительно смотрю на людей, которые такие говорят, я там получаю восьмую сертификацию по АВСу там, либо там еще что-то и, блин, что там восьмой сертификации по АВСу ты изучаешь? Я вот не понимаю, объясните мне. А тут есть момент, если мы говорим о девелоперах, то сам не знаю, ну, сеньор девелоперах, я сам не знаю, что там изучать, потому что оно все настолько быстро меняется, мне кажется, как эта тема классическая была с сертификатами, вендорам клаудов, то есть Амазону, Майкрософт, Гуглу, им важно эти сертификаты выпускать, чтобы люди активнее использовали их клауд системы, разработанные ими, потому что для АВСа гораздо выгоднее, чтобы ты вместо того, чтобы самому на ИСИТу поднимать кубер, тратя деньги своих разработчиков, оплачивая им работу, ты оплачивал АВСу за использование ИКС клауд кубера, то есть им выгоднее, чтобы им деньги приходили, а не тебе за твои велосипеды, поэтому им выгоднее, чтобы ты обучался использованием их сервисов, их САСов и ПАСов. Ну, так для разработчика или АВСа разницы-то никакой кубер и кубер. Только либо его подняли мои пацаны, там, не знаю, и подкрутили для меня, может быть, но это в лучшем случае. В худшем случае кривовато подняли, да? Либо это подняли ребята из Амазона, ну, как-то усредненно, и, в общем, оно работает. Не разница, для разработчика и архитектора это важно, потому что это, типа, ну, классика, ты получил сертификат, получил плюшечку к зарплате. Ну, это практически везде. А для компаний понятия не имею, допустим, ну, есть компании, у которых есть какая-то лапа, но мне кажется, там то ли откаты, ну, реально, почему крупные компании активно продвигают идею, чтобы все их сотрудники были сертифицированы Амазоном каким-нибудь. Мне кажется, тут реально Амазон просто для крупных компаний откатинг, откаты делает. Ну, по-другому просто это не объяснить. Ну, зачем крупным компаниям это делать? Ну, бодишоп, то потенциально эти работяги с сертификатами продаются лучше. Я приведу проще пример. Есть такой, такие ребята, как, назовем, есть одна крупная компания, британская, которая часто именно в бодишопе, с бодишопом работает, и для них крайне важно, они говорят, что нам важно, чтобы у нас сотрудники работали с сертификатом по АВС. Не будем говорить название компании, но они прям говорят, что мы хотим, чтобы все работали с сертификатом АВС. Я не понимаю, нахрена им? Там чувак рассказывал, что у них там жуткие траты идут на клауд, просто бешеные. То есть, как бы, вообще непонятно. Но, как бы, у них это есть. Я говорю, мне кажется, там реально какие-то идут распилы. Но это, давайте, это уже не совсем то. Главное вопрос... Да, главный вопрос у нас, Джун. Да, да. Мне кажется, нафиг не нужна ему клауда, если честно. Ну, не знаю, ну, вообще, как бы, Azure вроде дает бесплатную виртуалку, типа, фришную, там, какую-то суперобрезанную, и на ней можно, вроде как, на халяву хостить свои эти маленькие практики. Вот только для этого. Мне кажется, имеет смысл просто зайти и немножко поиграться, как оно там вертится. В остальном, ну, как бы, такое, Джуну, если честно, и кубер не нужно знать. И вообще, как бы, там, ну, вот эта вся инфраструктурная история, которую сейчас синьеры уже должны изучать, потому что она повсюду, Джуна это не особо должно касаться, ему главное просто научиться этот код какой-то писать, плюс-минус приличный, и задачки решать с минимумом от пинов на этих, на код-ребьюхах. И все этого, в общем-то, достаточно. И лезть ему еще в какой-то клауд, ну, как бы, сомнительная трата времени, мне кажется. У меня вопрос, а когда все учить? Ну, то есть, вот, когда речь заходит про Джуниора, да, начинается, то есть, там, это ему не надо учить, это ему надо сеньору учить, это тоже не надо, это тоже надо сеньору. Вопрос, когда чувак дойдет до сеньора, ему придется столько, много всего выучить, у него жизни-то хватит на это. Ну, смотри, тут же история в чем, что поинт про Джуна состоит в том, что, вот, типа, чуваку надо найти первую работу, вот, ну, или там вторую, и типа, что, вот, какие навыки ему прокачать. Дальше зачастую, ну, парень попадает на работу, и буст его, как бы, учить-не учить, начинает состоять в том, что он работает, да, то есть, он начинает работать, у них там, на работе, в абстрактном, уездном городе N, компании X, не знаю, там, амазоновский клауд, ну, и он, как бы, потихоньку его пощупает, с каких-то сторон, и какие-то навыки у него там возникнут, вокруг этого клауда, да, то же самое там касается фреймверков, начнет, как бы, работать, начнет решать какие-то задачки на фреймверках, ну, постепенно он будет взрослеть внутри компании, и ему будут давать задачки чуть более сложные, в какой-то момент у него там фреймверк сломается, вот, и ему нужно будет, значит, его как-то починить, значит, он откроет доку, почитает и разберется в этом фреймверке, вот, и так постепенно, как бы, ну, сформируется его, там, какой-то скиллсет, и уже он сам для себя определит, в какую сторону он хочет пойти, хочет ли он стать, там, юнитистом, или, так, ксамаристом, да, либо, наоборот, он там веб хочет уйти, либо в клауды, либо, там, не знаю, вообще все это программирование от лукавого, пойду в девопсы, вот, тоже можно, вот, мое видение какое-то такое, то есть, тут вопрос, как бы, на каком этапе, если на этап, вот, поиска первой, второй работы, и, как-то закрепиться в компании, чтобы начать получать опыт и навыки, то, в общем-то, это все не надо, а потом уже ты постепенно, наверное, по боевым задачам сам наберешь, что тебе выучить, и без наших советов. Да, слушай, это хороший, очень хороший поинт, и, ладно, по клаудам, ну, давайте по клаудам, к сожалению, по клаудам книжку, в плане рекомендовать, не знаю, мне кажется, там документажку надо почитать. Там надо документажку читать. Честно говоря, я, вот, если подумать по поводу документации, если брать, там, к примеру, какой-нибудь фронт-энд фреймворк, у большинства хорошие документации, тоже, там, книгу какую-нибудь, мы, кстати, упустили этот момент, что джуниору надо еще немножко знать джаваскрипт из смежных, так сказать, специальностей, или это следующий пункт, джаваскрипт. Ну, вообще, было бы неплохо иметь представление, хотя бы, вообще. То есть, мне кажется, джуны, которые, там, способны написать простенький селект, это лучше, чем джуны, которые не могут написать селект. Да, кстати, это справедливо, и, более того, возвращаясь к вопросам московский трубопрокатный завод, зачастую, для работы в московском трубопрокатном заводе, джуну, как раз, гораздо важнее знать SQL, потому что, большинство, работы там будет именно связано с SQL. Логика на хранимке в 10 тысяч строк кода. Да нет, там же задачи, там же задачи какие, они довольно банальные и простые, то есть, это, вот у тебя выгрузка, документы, там же это все, автоматизация, документы, оборот, загрузил документы, слил документы, загрузил документы, слил документы. при этом, самое-то смешное, что если чувак шарит в SQL, то, с учетом того, что там часто везде 1С, то, он будет крайне полезен для команды, он еще может 1С-никам помогать, потому что 1С-ники сами в этом плане очень много работают, и, возможно, даже сам что-то в 1С-ке будет подкручивать. Все, потеряли бойца, ушел в 1С-ку. Да. Как-то так, ну, а что нет? Возможно, кому-то. Хотя там у 1С-ников нынче зарабатываем совсем в швах. Ну, как сказать, ну, соточка там платит, там, ну, не как, конечно, как везде, Нет, там, слушай, там, сейчас у 1С-ников реально пошла ситуация, когда зарплата 1С-ника сеньора может быть как дотнетчика медла, как дотнетчика джуниора. Не, ну, по зарплате они не одинаковы, но у меня жена, в этой сфере, это в 1С-франче работает. Вот, ну, там программистов не хватает, они все начинают переучиваться на специальности, за которые платят золотом, так сказать. Поэтому там зарплаты тоже растут вслед. Рыночек решает, к сожалению, зарплаты тоже вверх идут. Ну, конечно, там не 300 кавна на секунду, но как-то пытаются конкурировать. Так, давайте поговорим по эрудиции, потому что, когда мы говорили про Троуссона, мы, на самом деле, не затрону на один важный момент. Вот, я все продвигаю идею, что человек, что джуниору стоит взять и совкусироваться на одном фреймворке и таким образом себя продавать. Ну, это наиболее простой вариант. Но, тем не менее, не забываем про T-Shape Skills. Если ты задрочил AspNet, ты молодец, тебе это поможет в некотором смысле, но при этом тебе реально очень полезно знать еще другие технологии, какие есть, хотя бы в понимании. И вот тут как раз возник вопрос. Ладно, человек может слышать слово VCF, человек, реально, ему стоит знать Entity Framework, ему определенно стоит знать, хотя бы понимать, что существует такая вещь, как JavaScript, это ему даст тоже кучу бустов в плане собеседования. Но, допустим, почему бы нам не рассматривать такую вещь, как Zomarin, Unity, как тоже часть квалификации Junior, чтобы он потратил недельку на изучение Zomarin и недельку на изучение Unity. Потому что никому не надо. Почему? Я считаю, Unity это геймдев, это отдельная епархия, потому что скорее всего у человека могут, я так предполагаю, могут спросить что-нибудь там из-за ней аналгебры, особенно у Unity Junior возможно спросит за 3D-графику или еще что-то. Это не спросит, когда он будет устраиваться дотнетчиком в компании, которая не связана с геймдевом. Поэтому, мне кажется, вот насчет Zomarin, вот здесь уже вопрос более такой спорный. Действительно, потому что Zomarin это неуловимый Джо, которого никто не ловит. Это да, есть такая проблема. Я не помню, где я Zomarin видел в вакансиях. Но, возможно, они мне просто не попадаются на глаза. Ну вот, кстати, насчет Unity ты абсолютно прав. Почти всегда в плане Unity спрашивают, как работает 3D-графика. Особенно это забавно, если компания занимается исключительно 2D-приложениями. Также постоянно спрашивают про какие-то базовые алгебраические вещи, ну и так далее, и так подобное. Это нормально. Но, тем не менее, окей, как бы, вот тот же Тролсон, почему он не возьмет и не добавит Unity просто небольшую главу? Объективно, как бы, это было бы полезно Junior. Junior читает, как бы, книжку, видит, что там про Unity и начинает такое «Опа!» Ну, я, конечно, потом не буду разбираться в том, как работает 3D-графика и прочее, но зато я могу сделать какие-то игрушки и сам что-то поделать. Пока, ими чувак, какой-нибудь студент, он будет куда мотивирование этим заниматься и, возможно, с большей вероятностью попадет в какую-нибудь компанию, которая уже его возьмет. А у кого-нибудь была в институте компьютерная 3D-графика, кроме меня? Нет. А у тебя была какая-то... Офигенно, круто. Нам давали математику, вот, как, типа, вертеть, ну, афинные преобразования, там, матрица, эти вся история, как повертеть кубик, как через, там, простую формулу, значит, раскрасить кубик и сделать ему освещение. Вот. И, на самом деле, беда, печаль, что мы это все просто писали руками, как бы, хотя, может, это и прикольно, то, что писали руками, но мне кажется, было бы прикольно, если бы мы это делали на Unity, например. это был, тогда Unity был в таком, мягко говоря, нюнешнем состоянии, и на самом деле, все эти преобразования, а, тут есть интересная история, вот все, что ты, не все, что ты говоришь, но многое из того, что ты сказал, оно уже движком скрыто. Более того, огромный пласт 3D-графики, на самом деле, скрыт самими библиотеками, типа OpenGL и DirectX. То есть, грубо говоря, та же банальная растеризация, которая является ключевой частью 3D-графики, ею занимается библиотечка. Ты не занимаешься растеризацией, а на курсах по 3D-графике как раз растеризация, это один из первых пунктов. Ну, тут вот тоже момент, мы с тобой тут же спорили об этой истории про в подкасте про, господи, про педпроекты. Стоит ли, типа, реализовывать свои велики того, что уже реализовано и пригодится ли оно тебе в будущем. Но наша программа образовательная, по крайней мере, в том вузе, где я учился, считала, что стоит, полезно. И мы это делали, как бы, руками, вот, на плюсах. Вот. И мне кажется, что было бы прикольнее, если бы мы это делали на каком-нибудь фреймворке, типа, там, Unity, либо еще чего-то. Ну, ладно, не Unity, на любом другом. Вот. Потому что это просто дало бы больше возможностей. Мы меньше писали бы какого-то скучного буллерплейта, а может быть, ну, смогли бы сделать более какие-то интересные абстракции, да, и вместо там просто крутящегося кубика мы, может быть, сделали бы прыгающего человечка и стреляющего, там, квадратика в колонию. Ну, слушай, тут большая разница. Ты когда на плюсах делаешь крутящийся кубик, ты пишешь по факту конкретно рассчитываешь положение этого кубика, как идет rotation, грани, то есть ты, ну, как вы писали, скорее всего, вы по углам кубика кидали лучи от центра и закрашивали тот или иной пиксель в зависимости от попадания, а потом просто проводили прямую от точки А в точку Б. Ну, стандартный, как бы, примитивный рестерризатор. Как это сделать в Юнте? Зажимаешь кубик, дрэк, на сцену, дроп, все, у тебя есть кубик. Как сделать его крутящимся? Пишешь, пишешь, братья, банальный код, который меняет rotation, инкрементит rotation. Нет, скачиваешь в этом, в маркете, короче, специально этот, набор скриптов, кидаешь этот скрипт на кубик, он крутится. Это, истинно сеньорский путь прошел сейчас только что. Пока мы тут, как бы, возились в болотце, нам объяснили, как это делается через маркет. Респект. Слушай, ты будешь смеяться, но я сейчас активно использую библиотечку DoTwin, которая как раз позволяет все это декларативно сделать. Офигенная библиотечка, прям очень здорово, то есть она позволяет все эти анимашки сделать декларативно. Огонь. Так вот, к чему я? К тому, что, ну, не знаю, как бы, глава по Юнити, ну, типа, очень специфичная вещь, не особо, мне кажется, все-таки, ну, если брать общее количество работяг и количество работяг, которые пишут на Юнити, то процент не велик, не очень большой шанс, что Джун попадет в геймдев. Вот, и даже если Джун попадет в геймдев, то, ну, опять же, вряд ли от него ожидают, что он уже там в совершенстве владеет Юнити. Плюс, вроде как, у Юнити есть тоже неплохие тьютеры. Я, правда, не пробовал, но говорят неплохие. Ну, вот в этом и проблема, что ты, скажем так, эта технология, этот движок, они с обычным C-Sharp настолько не пересекаются, что тот пласт квалификации, который у нас в классическом Дутнете прорабатывается и который в Юнитишном, они зачастую пересекаются в тот момент, когда какие-нибудь эндерпрайзные работяги переходят в Юнити. Я серьезно говорю, я прям общался с ребятами, часто с Юнитистами, ты понимаешь, что они как бы в какой-то момент просто по-другому все это воспринимают и это понятно, у них другой скоп задач. Я просто приведу пример. Есть интересная игра Becastled, я, опять же, я это в другом подкастике слушал, пилим трем, классный подкаст, всем рекомендую, и там они общались с ребятами, которые сделали игру Becastled, причем ребята чисто флэшевики, бывшие флэшевики. Игра классная, интересная, и они говорят, типа, ну вот мы сделали игру, а теперь нам нужен хороший программист, который это все приведет в нормальное состояние, то есть они вышли в Early Access, собрали неплохой как бы банк, и теперь как бы они ищут программиста, который все это в них приведет в нормальное состояние, потому что эти ребята, они чисто, ну они как бы, мы инди-разработчики, для нас как бы важно, как это все будет в нормальном состоянии работать, ну в смысле, с точки зрения игры, нежели с точки зрения кода. Ну, концептик запилили. Да, да, да. Окей, ладно, по юнити, я думаю, ну я согласен, что с юнити все сложно, я бы на самом деле рекомендовал всем просто с юнити ознакомиться, просто just for fun, возможно это будет ваша любовь, а может это будет ваше страдание. По замарин тоже, я считаю, тут немного сложновато, потому что, вот, ну, замарин прикольная вещь, но если ты, давайте, вот я сейчас буду честным, вот как мы в контексте в прошлом подкасте, позапрошлом же подкасте, про замарин говорили, замарин это очень хороший entry point в экосистему Android и iOS, то есть если ты сеньор помидор, и ты хочешь попробовать себя в мобильной разработке, самый надежный способ это пойти в замарин, тебя возьмут как дутнайт разработчика, а дальше ты прокачаешь себя как Android и iOS разработчика, но если ты уже, ты джунир, и ты пустой лист, и ты хочешь заниматься мобильным девелопментом, я рекомендую сразу идти в iOS, не в Android, в Android в два раза меньше зарплаты, я вообще не понимаю эту фишку, это вообще пипец, ладно, давайте, тут есть еще хороший такой вброс, а если приходит джунир, вот как бы он прочитал по СШПу какую-то книжку, и кроме всего прочего, очень хорошо задрочил Клинкот, очень, прочитал еще Клинкот, прочитал Эванса, и прочие такие книжки про качество кода, то есть чувак берет и шарит до моей древней дизайна, и еще эти дидишки зашлифовал, то есть он фреймворки вообще не знает, все писал в непонятно чем, вот, ребят, для вас это такой чувак был бы прям норм, это как, ну понимаешь, на самом деле, даже если ты прочитаешь книгу, без практического опыта, она, ну, эти книги, честно говоря, они весьма бесполезны, если ты не пишешь постоянно код, то есть ты их читаешь, это как филиконограмма, ты знаешь, потому что они, они все-таки очень-очень практичные и близки к земле, это не какая-то сухая прям теория, да, то есть это прям... Ну, Эванс не очень близок к земле. Ну, в любом случае, то есть понимаешь, тут такой момент интересный, что человек, который их просто прочитал вот просто так, сходу, да, допустим, ну то есть прочитать, прочитал, осознал ли он их, ну это вот хороший очень вопрос, то есть найти такого самородка, который прочитал, осознал, но при этом никак это, ну как сказать, не опробовал, не попытался что-то написать, а когда ты попробишь что-то написать, тебе все равно придется либо к WinFORMS обращаться, либо к Asp.net, в общем, как-то придется все это, так сказать, в материале реализовывать, ну, мне кажется, это такая сложная гипотетическая ситуация. У меня другой вопрос был, и на самом деле немножко пересекается с этим, по сути, если мы считаем, что, так сказать, ну уровень разработчика определяется каверзными вопросами, которые мы задаем ему на собеседовании, вот, то тогда теоретически мы можем подготовить сеньора, просто научив его рассказав ему там, чтобы у него от зубов отскакивали там режимы работы ГЦ и прочее. Фигня вопрос. Это, это вообще легко сделать. Все зависит в данном случае от, скажем так, сталкивался ли с такими людьми собеседующий. Я говорю, я специально для себя выработал стратегию, что я когда спрашиваю человека по квалификации, я спрашиваю по трем пунктам. Первое, это его продакшн экспириенс, но продакшн экспириенс можно очень легко добить, ну, можно сказать, получить за счет докладов, подкастов и прочего. Второе, ну, то есть, грубо говоря, если говорить про тот же GC, вот человек послушал там, какого-нибудь очередного доклада на Дотнексте, на Дотнексте, о том, какие там, как там выходили ребята и тюнили GC. И он приходит и будет говорить, типа там, этими же фразами затирать собеседующим. Поэтому, чтобы его это подловить, необходимо попросить что-то сделать руками. То есть, hands-on, типа, а можешь вот сейчас руками вот сесть и сделать это? Как бы ты это сделал? Вот просто взять, ну, то есть, GC это немного сложновато, потому что там обычно какие-нибудь конфигурашки. Ну, дать ему, допустим, задачу, типа, вот, у меня есть проблема такая-то, такая-то, такая-то. То есть, например, я работаю с интеропом и у меня активно взаимодействие с интеропом у меня возникла проблема. В какой-то момент заканчивается память. Вроде она должна быть, а ее нету. Что делать? Вот как бы, типа, если чувак понимает, как работает GC, он как бы понимает, ага, много запиненных объектов. Сильно фрагментированная память. Хотя, у нас уже появился пинит ObjectsHip. Поэтому тут еще, типа, я бы сказал, что решение это обновить .NET. Но, опять же, если он как бы в этом всем не разбирался, а просто послушал пару докладов, то он, скорее всего, ну, решение не даст. Но все равно есть третий пункт, потому что даже если человек с какой-то технической частью работал, но не понимает хотя бы базовых, у него нет хотя бы базовых знаний по тому, как работает все это Under the Hood, то у него будет возникать ошибки, проблемы. И тут тоже надо задать какие-то базовые вопросы по тому, какие там алгоритмы используются Under the Hood. То есть, ну, не знаю, сколько поколений, три поколения, там, когда собирается, в какой момент собирается Large ObjectsHip, ага, там, типа, вот такие вещи. И это плюс-минус дает хоть какие-то шансы, что ты проверил, что этот человек тебе, ну, реально, это его квалификация. Это не гарантия, но это, как бы, ну, дает плюс-минус какие-то адекватные шансы. Но все равно есть люди, у которых настолько хорошо водвешенный язык, что они тебя заболтают, так что ты такой, как он круто шарит. На самом деле, чувак просто классно, классно трепется. Окей, давайте тогда, я думаю, уже будем, не могу подбивать бабки. Но есть один момент, который я хотел бы все-таки поднять. Многопоточка. Очень часто я наблюдал с этими ребят, так как многопоточку изучают в вузах, что выходит чувак, и на этапе, на самом деле, собеседования, этот джуниор прям шарит многопоточности лучше, чем половина сеньоров, потому что сеньор сидит, он как 10 лет фигачит код, игнорируя многопоточку, потому что это лучший способ работать с многопоточкой, так и фигачит. А джуниор, он тут уже мьютексами уже, сколько мьютексов использовал, сколько лап на семафоров написал, да вообще просто пипец. И вот сразу возникает такой момент, вот окей, замечательно, надо ли человеку, допустим, такому студенту ради собеседования учить многопоточку? Будет ли она полезна? Вообще кто-нибудь спрашивает многопоточку у джунов? Я нет. Мы и у сеньоров не спрашиваем, и у медлов не спрашиваем, ни у кого вообще не спрашиваем. Да я тоже не спрашиваю, я в основном асинхронность спрашиваю. А главный вопрос, что если как бы человек спрашивает, то он спрашивает это с какой целью? Вот это вот вопрос, это для отдельного подкаста вопрос, с какой целью задаются эти вопросы? Потому что вот ты привел пример, да, что там человек должен hands-on показать там пример, например, проблемы какой-нибудь там сборки мусора, когда возникает необходимость знать эти режимы и прочее, да, там про пинтхо, при интеропе, то, что ты там привел, да. Ну, соответственно, человек, который спрашивает на собеседовании, он тоже должен думать, зачем я спрашиваю. то есть, если у него действительно какое-то некое есть ядро, которое в несколько потоков рубит какие-то данные, нужно синхронизировать работу этих потоков, то, наверное, он имеет право, ну, как сказать, он имеет право в любом случае спрашивать, но это имеет какой-то практический смысл этот вопрос. Вполне возможно, кроме синхронности можно ничего не спрашивать, но все задают же эти вопросы, и хорошо, что еще не спрашивают про wait-free, log-free структуры данных, я так жду, наверное, скоро начнут спрашивать, должны. А мне кажется, наоборот, стали меньше спрашивать, это было в какой-то момент в тренде, когда все такие, о, да, мы активно говорим про многопоточку, это же все так круто, а потом как-то все совпало, и как-то одно время это было обязательным пластом собеседования, а сейчас стали говорить об этом помимо. Тише, ну и про паттерны не спрашивают, я помню, когда я только входил, так сказать, в IT-паттерны, это был просто вообще, это вот, тебя обязательно бы спрашивали про паттерны, вот по-любому, еще даже схем бы рисовал. Окей, давайте подбивать бабки. Какие книги, статьи и видяшки вы бы порекомендовали молодым джуниор-девелопер, прочитать в первую очередь? Ну, представим себе, что мы рассматриваем первые полгода, вот человек пишет диплом, ну или после диплома, вот у него там три месяца, шесть месяцев ищет работу, и он в это время что-то читает, соответственно, набирает знаниями, то есть, что бы вы порекомендовали? Давай, Артем. Ну, я уже частично озвучивал, Троэлсон или Альбахари, потом паттерны Теплякова, вот, мне кажется, они простые и довольно неплохие для понимания, а потом можно начать углубляться типа Рихтер Скит, вот, ну а потом можно уже всякое веселое, типа там Кокосы, Акиншина, пробичмарки и вот это, вот это все, вот это если по книжкам, значит, если по курсам, отличные курсы у Postgres Pro есть, по Postgres а потом есть чувак, я постоянно путаю его фамилию, Бальтазар или какой-то, как такая, короче, штука, он пишет много про, ну, именно роликов на Ютубе, он пишет много роликов на Ютубе про то, как работает SQL Server и у него есть прям курс, типа, что-то называется или как работает SQL Server или думай, как SQL Server, вот, мне кажется, это очень полезная штука для новичков, в принципе, ну, и даже не для новичков, вот, потом отличные курсы, на самом деле, у MongoDB по, значит, этим, ну, по БДшке своей, конечно же, вот, и есть такие вещи, как Little, Little Redis Book, Little Mongo Book, вот, где там, буквально в виде такой мини-шпаргалки с минимумом пояснений и вот самое такое нужное главное рассказывается о том, как с теми штуками работать, по-моему, есть еще Little Rabbit in Q Book, но я не уверен, ну, и в общем, можно начинать снизу списка и читать вверх, а когда возникают какие-то задачи, то вот брать либо какие-нибудь курсы ютуберские, вот, и их это штудировать для того, чтобы получше вникать, что нужно делать в боевых задачках, ну, вот как-то так. Слушай, классный детальный разбор, можешь скинуть потом в чат ссылки? Ну, да, я посмотрю, какую черту. Да, супер. Ваня? На меня стыдно, мне даже особо нечего-то сказать, я уже все сказал, без того, что, ну, я считаю, надо дать, почитать, лучше всего читать в SDM, на самом деле, по каким-то конкретным темам, которые вам хочется, так сказать, изучить, это если вот совсем за ноль вложений, мне кажется, без покупки книг или курсов, вот, можно почитать ASP.NET Core, можно почитать просто про .NET Framework, но здесь именно конкретные какие-то темы, я говорю, очень хороший тот же Richter, это именно про кишки, наверное, .NET Framework, я считаю, что Джунал, в принципе, нормально учитать, есть более книги, так сказать, которые скроют более глубоко некоторые темы, вот, но как бы для Джуна Рихтер нормально, ну, для Джуна, который уже писал код, но вообще тут вопрос интересный, для того, чтобы читать какие-то темы отдельно в той же MSD, нужно про эти темы знать, поэтому я считаю, что какие-то книги-энциклопедии типа Троилсон очень хорошо подходят, но как мы сегодня выяснили, Троилсон больше не выглядит как энциклопедия, поэтому мне даже сложно сказать, я давно, давно, наверное, ничего не читал, последний книг, который я купил, это был Туннбаум операционной системы, на самом деле, я бы советовал, конечно, если покупать книги, то какие-то по фундаментальным вопросам, то есть, это Туннбаум операционной системы, или Клепман, например, можно тоже его почитать, потому что они намного больше раскрывают твой кругозор, вот, конечно, они тебе не очень помогут получить работу, наверное, к сожалению, вот, но вот эти книги я бы, конечно, точно рекомендовал бы почитать, этих авторов, точнее, вот, а для всего остального, мне кажется, можно взять официальную документацию, потому что прошли те страшные времена, когда, знаете, там, как мы учились, и С++, да, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, вот, поэтому сейчас можно брать официальную доку по фреймворку или по языку программирования, так, Go и Rust, например, осваивал, и просто официальную доку открывал, мне кажется, сейчас это отличный источник информации. Да, это очень хороший пойнт, то есть, я бы от себя отметил в следующем момент, что книжки стоит прочитать, и, как я до этого говорил, что я бы рекомендую почитать скита, потому что скит, он дает развернутое историческое объяснение языка, что крайне-крайне полезно и выгодно. Ты понимаешь, для чего это все используется. Плюс книга небольшая, она очень приятно читается. И документажку. Более того, на самом деле, возможно, даже самый надежный способ, это сразу начать прочитать с чтения документации, потому что это позволит быстрее всего тебе найти работу. Ты можешь не знать половину фичей языка C-sharp, но уже вполне себе работать, как нормальный инженер, перформить и все такое. Так что я бы вот как, знаете, первый месяц, Junior Development, первый месяц, возьми, почитай документацию основную по C-sharp на docs.microsoft.com, почитай по Аспнету, почитай по антифреймворку, success, второй месяц, время углубляться, ходи по собеседованиям и возьми, начни читать скита. Кроме всего прочего, сфокусируйся на SQL и на JavaScript, потому что это тоже часто спрашивают, причем тут самое интересное, что вовсе не обязательно знать все это в глубину, но SQL прям, ну SQL надо прям понимать, отличие там сетях группингов, хеммингов и прочее, чем отличается кластерного, не кластерного, индексы и прочие вещи с JavaScript, ну просто как там, не знаю, что такое куки какие-то такие базовые вопросы связаны с фронт-энд разработкой. И мне кажется, для Junior вот этот шаг, это будет более чем достаточно для того, чтобы найти работу. А дальше идет как бы уже вопрос импровмента, то есть человек уже нашел работу, он перформит, как ему улучшить себя, свою квалификацию. И вот тут, я считаю, есть один момент, который мы на самом деле очень упустили, но уже финальный, как бы что там говорить. Если вы сосредотачиваетесь на качестве кода, ну вот вы человек такой, вам важно качество вашего кода, потому что вы работаете в компании, которая фокусируется на качестве кода, то тут лучше действительно как бы клин-код, какие-нибудь связанные с этим domain-driven дизайны и прочие вещи. Если вы фокусируетесь на каких-то более таких технических вещах, то стоит углубляться уже во фреймворке через библиотечки, то есть поглубже поизучить ASMNET, поглубже изучить вообще, какие есть возможности в .NET фреймворке и так далее. То есть тут надо выбирать в зависимости от тех задач, которые у вас стоят на работе и в зависимости от тех задач, которые вы можете вообще адресовать у себя на работе. То есть если у вас вы пишете в одно лицо какие-то небольшие приложения, и у вас нет времени на полюшень, у вас говорят, что надо вот фигачить для нашего, какие города мы еще не рассказывали. мадагаскарского енотного завода. Вот то это одно. Но если у вас там большая команда и вам темблит постоянно говорит про качество кода, то тут надо сфокусироваться на качестве кода. То есть тут надо смотреть от того, что у вас есть. И третий момент, опять же, смотрите на перспективу. Тут я считаю, что надо смотреть по себе. То есть, например, если ты чувствуешь, что тебе нравится работа с какими-нибудь там не знаю, алгоритмами и прочими, фокусируйся на этом и иди в какую-нибудь компанию, в которой придумай свои велосипеды, Яндекс, JetBrains и прочее. Если ты наоборот, ты чувствуешь, что тебе нравится создавать продукты и с ним уже как-то взаимодействовать, собирать из кирпичиков, иди в аутсорсинговые компании и фокусируйся уже на этой части, на изучение множества разных технологий и коммуникаций и софт-скиллы и прочие вещи. То есть, тут очень важно следить за собой и за своими позывами. Потому что у вас может быть позыв пойти в геймдев. И этому позыву, я считаю, лучше этому позыву поддаться и прыгнуть в геймдев, чем потом всю жизнь страдать и думать о боже мой, я всю жизнь занимался каким-то адским интерпризом, а мог бы делать мобильные дрочильни и вытягивать деньги из школьников. Ты прям прорекламировал, аж захотелось в геймдев. Слушайте, мы закончили и у меня небольшое объявление. Наш ютуб-канал переезжает под крыло .NET.ru. То есть, если вы смотрите нас на ютубе, я еще где-нибудь каким-то образом сделаю это в нашем ютуб-канале, чтобы все, кто слушает нас, могли посмотреть, узнать эту информацию. В общем, если вы слушаете нас на ютубе, в ближайшее время наш канал прекратит работу, потому что мы переедем полностью на .NET.ru. То есть, я посмотрю, как только подписчиков станет немного, возможно, каждому подписчику напишу, что типа, чувак, мы переезжаем на .NET.ru. теперь наш ПТС будет лежать вместе с тоже классным подкастом радио .NET. И вы можете сравнивать, что-то, писать комментарии и вообще, по сути дела, все, что связано сейчас с российским .NET, если говорить о ютубе, оно целиком полностью сфокусировано на канале .NET.ru. В общем, переключайтесь, ссылка будет в описании, и больше подкастов богу подкастов. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Всем пока. Тут вопрос в том, чтобы понимать, когда я еще был джуном, понимаешь... Уже тогда ВЦФ был нахер никому не нужен. Вышла последняя версия собственно ВЦФ через 12 дней после того, как я официально начал работать. Вот, с тех пор больше. Да-да-да. Нет, я на самом деле с ВЦФом работал именно когда вот я джуном был, мне дали задание его изучить, но тогда уже был ВЦФ-рест, то есть уже все понимали, что WCF никому не нужен, что надо отживать свое... Нет, я работал на проекте с WCF, насмотрелся на слабы, насмотрелся на генерацию, но опять же этот вопрос такой, что он уже тогда был устаревающий. Слушай, а я уже один сех работаю. У тебя, извини, перебил, когда ты говоришь, у тебя как будто ты вот шебуршишь чем-то. Это я шебуршу бромбами. Да. Когда говорю, извините, не могу по-другому. Когда про WCF говорю, у меня хлопают губы самопроизвольно. Сразу это получается старческое брюзжание непроизводное. На самом деле вообще надо обсудить, стоит ли джунам изучать старые технологии. Кстати, я купил себе Switch. Красавчик, как тебе? Я купил себе Switch Lite, вот такое говно. Чувак, это ошибка, конечно. Нет, кстати, не ошибка, потому что через неделю после того, как купил Switch Lite, я вышел анонс Switch OLED, и я такой, ну чё, норм, если бы я большой Switch купил, то скорее всего я бы не брал себе Switch OLED, потому что типа нахрена плюс полдюйма экрана и OLED не стоит того. А так как бы у тебя кусок говна по названию Switch Lite, и ты думаешь, ну в принципе OLED можно взять. Уже начал подкапливать деньжищи. Так что... Ну не знаю. Ну ладно. У меня второй довод. У меня ребёнок, и он уже ему по кайфу играть в Switch Lite. А, то есть ты как бы задонатишь ему, а сам купишь что-нибудь нормальное, да? Да-да-да-да-да, но это же стандартная ситуация. Красавчик, красавчик, это план-план. Да, это как бы единственное, я покупал Switch, я решил сэкономить и взял розовый, просто он был на 500 рублей дешевле. Ну, я думаю, сыну там два года, ему не страшно. Пока ему не важно. Да-да-да. А потом боюсь, он тебе предъявит, что перед пацанами как-то неприкольно. Да-да-да. Я поэтому взял чёрный чехольчик, А, ну ладно, выкрутился. Чтобы говорить, что это на самом деле стиль олдскул эмо. Да-да-да. 2007 год. Да. Так что всё серьёзно. Хитёр-хитёр, ладно, я отмазался. На самом деле, я просто вот, давайте, я для послешоу хотел вот ещё одну холиварную тему взять, потому что у меня вот, у меня неделю уже фрустрирует, даже две недели фрустрирует одна тема, как бы никому рассказать не могу про это, потому что жена такая говорит, ну да, окей, типа, неинтересно, а коллеги как-то, коллеги, они как-то тоже... Не загорелись. Да. В общем, что меня дико фрустрирует. Смотрите, какой сейчас год? 21-й, наверное. 21-й. Точно? Да, практически три года назад в ООН было выступление на тему глобального потепления, где учёные, экологи, чётко расписали, что вот так-то, 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 вот такие-то проблемы глобального потепления, вот такие-то у нас ситуации, то есть, грубо говоря, после 2018 года говорить о том, что, типа, это всё не человек вызывает глобальное потепление, ну, не очень корректно. И в итоге, извините, пожалуйста, тут выходит на ютубе в шестое место среди тренинг видоса чувака, в который с самого начала, ну, там, что-то он про бензин рассказывал, ну, вроде бы интересно, но первый, короче, загон на тему, что, ребят, это всё ваше глобальное потепление, фигня, типа, это вы всё несёте всякую хрень, сейчас я вам объясню, почему, причём чувак объяснил это довольно очень глупо. И вот я такой сижу и думаю, ё-моё. Это что, Ян Топлис был? Что? Это был Ян Топлис. Понятия не имею. Короче, какой-то чувак с красными волосами и тремя рекламными интеграциями. Похож на него. Похож, да, похож. Да. Ну, вообще, я просто прифигел, потому что, ё-моё, ребята, ну, а главное, у него такие куча отзывов, такой, да, чувак, правда глупо, что даже бляха-муха, ребята, мир обречён. Ну, слушай, давай я тебе это прямо расстрою. Я пойду гуглить. Как бы, в 2К20, когда у всех есть высокопроизводительный компьютер, значит, в кармане джинсов, есть большая группа людей, которые верят в то, что Земля, блядь, плоская. И они выдают большие просмотры и лайки на Ютубе. Я понимаю, на самом деле, фишка в том, что от плоскоземельца вреда нету. Нет вреда от плоскоземельца. А от вот этого чувака вред прям конкретный. Ладно, от них тоже антипрививочников. О, это да. Это да. Ну, понимаешь, тут хотя бы, как бы, ну, это старая тема, в ней, как бы, ну, антипрививочники. Закоренелые. Они закоренелые. У этих идиотов у них, как бы, давно. Но, извините, пожалуйста, тут была масса исследований. А самое, понимаешь, обидное, что, допустим, вот, есть шикарный, как бы, антропогенез.ру. У них есть классный доклад на тему, как собирались вот эти климатические изменения, почему это действительно актуальные вещи, и так далее, и тому подобное. У них там, не знаю, пять тысяч просмотров, да, десять тысяч просмотров. У этого чувака, ляй, мой просмотров, и ты такой думаешь. То есть, чувак на миллионы людей завещал тему, что все, типа, не парьтесь, это все фикция. Причем, понимаешь, ладно, я понимаю, что там половина, как бы, его аудитории дебилы, и вторая половина послушала и забила. Это нормально, как бы. Но я тут просто понимаю, что, допустим, у меня теща, которая, естественно, этого чувака не слушала, она как бы профессора, и она тоже говорит, что, ну, вообще, мне кажется, что все эти темы с глобальным потеплением, это какая-то фикция, это кому-то что-то выгодно. А профессор, чего она? Скажу, сейчас, как же это называется, физика. Смотри, да, да, это вроде, конкретно там. Есть какая-то штука, я не знаю, если, по-моему, на антропогенезе, даже, по-моему, было, или на постнауке, где-то был ролик про теорию заговора, и почему не стоит спорить с людьми, которые верят в теорию заговора. Ну, точнее, почему ты никогда не сможешь победить в логическом споре людей, которые верят в теорию заговора, потому что любые твои аргументы, ну, твой оппонент автоматически будет включать в свою теорию заговора. Соответственно, если есть человек, который считает, что земля плоская, прививки убивают, либо глобального потепления не существует, либо нами правят рептилоиды, да, ну, все что угодно, ты будешь ему показывать какие-то научные статьи, говорит, вот, смотри, ученые провели там контролируемый слепой эксперимент с контрольной группой, статистически достоверный, вот, все данные, короче, в открытом доступе, вот, смотри. И его ответ будет, на который ты ничего не сможешь ответить, он будет в том, что это, короче, купленные ученые, которые работают на рептилоидов и скрывают то, что прививки убивают людей. и любой твой научно-обоснованный довод, он просто будет включаться, ну, типа, как фальсифицированный в его картину мира, вот, и он будет только еще больше утверждаться, что, типа, злые корпорации, там, которым, там, типа, выгодно, не знаю, там, отказ от бензина, это вот эти вот производители, там, органического топлива, там, не знаю, какие у них аргументы, короче, вот это они проплатили этих ученых, для того, чтобы они, короче, уничтожали конкурентов, или, если ты встретишься с человеком, который политизирован, он еще может сказать, что это вот злобные, там, какие-то безнефтяные страны, таким образом, фальсифицируют, типа, исследования для того, чтобы надавить на нефтедобывающие страны, ай-яй-яй, нехорошо. И поэтому таких людей, вот, вообще невозможно переубедить, и какая-то логика, научные отчеты, либо еще что-то там, в принципе, не работают. Ну, кстати, теория заговора, это весьма мощный аргумент, и тут недавно отткнулся на статью на Хаббе 2018 года, где автор писал про, ну, скажем так, я не знаю, как это назвать, детская игрушка, но это некий прибор, который снимает энцефалограмму мозга, вот, и там, ребенок может как-то, не знаю, компьютером управлять, еще чем-то, но это именно как, какая-то такая, знаете, типа, научно-наукообразная игрушка представлялась для детей, вот, проблема в том, что прибор подключается к голове через, там, проводящий гель, и, ну, я уж не помню всех деталей, но, в общем, смысл такой, что там нет галиванической развязки, то есть, если случится вероятный пробой, то может напрямую, в общем, ток попасть в детскую голову, вот. А, или он от 220 питает? Просто обычно игрушки... Ну, он питается от компьютера, но теоретически, в общем, может случиться пробой, через, там, не знаю, замкнет цепь напрямую через USB-шник, через сети, так и в голову. Ну, ты лизни USB-кабель, ничего страшного не будет. Ну, там вопрос не в том, что оно гарантированно убивает детей, а что есть шанс, что такие вещи надо, ну, понимаешь, любой, то есть, это получается такой полумедицинский прибор, но он не проходил сертификацию никакую, вот, то есть, все медицинские приборы должны быть сертифицированы, и, соответственно, ну, понимаешь, как он сказал, что вопрос, здесь 500 рублей микросхема, который обеспечит гальваническую развязку, это не вопрос, там, знаешь, но это вопрос, конечно, отзыва приборов, так вот, один из аргументов против него был, что его наняли конкуренты, вот, и это такой, прям, гарантированный аргумент был, хотя он просто говорил, что, типа, отзывайте приборы, но они, на самом деле, по-моему, начали там отзывать, либо сказать, что только от батарейки должен работать, что-то такое там было, вот, но все равно на него куча хейта была, и сказали, что, как бы вероятность, что и малейт будет срезистен, это крайне мала, то есть шанс, что случится такой вот пробой, который прям образует цепь от электрической розетки до детского мозга, она, в общем, очень ничтожна, но все равно она есть. Ну, там же потенциально особо одаренные родители могут запитать этот прибор через USB-шник от какого-нибудь зарядника, ну да, зарядник еще адский китайский какой-то. Да, то есть там, как бы, ну, действительно можно получить что-нибудь себе в голову такое, но особенно это, если добавить фактор дурака. Да, в общем, как, в общем, я по этой причине что-то смотрю и понимаю, что если в 2018 году я думал, ну вот все, сейчас, ну, типа люди понимают, что в ближайшем будущем многое поменяется, что, причем там конкретно были расписаны, какие у нас будут проблемы, это возвращается обратно к экологии, что, во-первых, голод на востоке из-за того, что рис пойдет в задницу, потому что рис, он при мощных климатических изменениях, он просто не будет вызревать достаточно мурно. То есть, ему нужно очень много воды, очень много солнца. Ему нужно много воды, много солнца, а самое главное, что если, там просто такая ситуация, что если рис у тебя лето чуть короче, чем обычно, то рис просто не успевает вызревать, а если чуть дольше, то он начинает гнить на полях. Там вот какая-то очень тонкая грань, но, и поэтому, как бы, ну, последствия. Азия начнет голодать. Азия начнет голодать, покупательная способность Азии, которая является сейчас одной из ключевых таких драйверов современной экономики, редко снизится, потому что, как бы, когда ты голодаешь, нафиг тебе микротранзакции. А покупательная способность снижается, соответственно, снижается и, скажем так, доходы западных компаний. И программисты идут работать в самокат. Нормально. Да, вот такая спочка. Зато это педальки крутить будешь, здоровое сердце. Жиры меньше будут. Неплохо. И второй момент связан с тем, что мощные такие климатические экстремальные вещи. То есть, например, вот у нас в Питере, извините, пожалуйста, 30 дней практически была жара, которой вообще никогда не было в Питере. То есть, там произошел мощный антициклон, который небольшие циклоны просто не могли сдуть. Причем, как говорят, как бы, синоптики, данная ситуация, она, в принципе, смотрите, такие мощные антициклоны возникают в случае, когда дольше 5 дней температура на каком-то участке держится выше 5 градусов от средней годовой, ну, среднестатистически для этого времени года. То есть, по факту, подобные вещи, так как во всем мире на несколько, на пару градусов повысилась температура, они будут возникать постоянно. То есть, у нас постоянно будут где-то вот висеть мощные циклоны, антициклоны. С учетом того, что антициклоны смогут будет пробивать, эту вещь, у нас в одних местах будет жесткий штиль и жара, а в других местах реально практически ураганные события, которые сложно предсказать. Наводнения будут, так и было. Сочи это залило, а у нас здесь вообще, ну, нет, это не только Питер, вообще, считай, центральная часть России просто вот этот купол стоял. Кстати, в Америке тоже там тепловой, они называют это тепловой купол. У них там, они посчитали, сколько человек умерло от этого. Да, да. То есть, обратите внимание, насколько, знаете, это не смертельные последствия, но в самом деле это как херня, как бы, ну, прям неприятная. И вот у меня почему дико упарывает во всей этой ситуации люди, которые, вот опять же, продвигают тему вот эту противо, как говорится, противо, да ёшкин, как вы их назвали. А, противники глобального потепления, в общем, эти ребята, они ещё таки задвигают, что да мы не умрём, да, ребят, вы не умрёте от того, что задохнётесь углекислым гадом, вы не от этого умрёте. Человек замечательно умирает просто от того, что среднестатистическая температура у него будет 35 градусов. Вот, знаете, как бы... Вы же сильнейшие, надо эволюционировать. Тут сложный вопрос, на самом деле. Смотри, если перестать, допустим, ну, то есть, это нужно сокращать, там, не знаю, темпы производства. Сокращать темпы производства многие люди лишатся работы, там, кто завязан в этих, в цепочках производства и поставок. Люди, которые привыкли к высоким темпом производства, он обеспечивает, на самом деле, низкие цены. Люди, которые привыкли к низким ценам, им придётся привыкать к высоким ценам. Соответственно, уровень жизни их начнёт падать. Но смотри, если от жары вымрет очень много людей, то автоматически потребление снизится, и, соответственно, снизится производство и выбросы условных газов. Меньше будет автомобилей, меньше будет заводов и прочее. Соответственно, я лично считаю, это мое мнение, не знаю, может под запись, может не под запись, что, в принципе, можно оставить все как есть. Вот если взять, например, Чернобыль, там конкретно в этом месте очень природа расплодилась. Природа захватила все, что было построено человеком. Там говорят, вот едешь, ну люди, которые там были на автобусе, может олень выйти к автобусу. Проблема в том, что там популяция животных очень молодая, потому что они многие, ну, умирают от рака из-за радиации. Но, тем не менее, там вполне себе природа нормально существует. Возможно, я считаю зеленым. Нужно, наоборот, не протестовать против постройки атомных электростанций. Наоборот, выходите, говорит, удаляйте всю защиту, снимайте, сдирайте, прям выливайте радиацию прям в реку сразу. Пусть там, не знаю, какая-нибудь река будет быстротечной. Вот вам и никаких контуров не надо, охлаждающих, сразу напрямую, открытого типа реактор. Вот. И тогда, наоборот, природа восстановится. Ну, через 50 лет, через 100, оно будет уже нормально все. В этом проблема. Если в двух словах как раз основной довод доглада 2018 года был в том, что если не остановить данное движение, то через 12 лет, а в нашем случае уже, получается, через 7 лет. Ну, 12, там было, это окно, 12,50. В общем, изменения станут необратимыми. То есть, основная проблема в следующем. Углекислый газ. То есть, сейчас основной, можно сказать, парниковый газ является углекислым газом, который человек производит. Но, на самом деле, кислород является углекислым газом, фреоны являются углекислыми, парниковым газом. Кислород тоже является вполне себе парниковым газом. Проблема в том, что при увеличении, как бы, при повышении температуры Земли увеличивается и количество кислорода в воздухе за счет того, что он испаряется из океана. Опять же, то есть, океан чуть-чуть прибавит за счет ледников и чуть-чуть отдаст за счет того, что будет выше испарение. И это еще добавит непосредственно в атмосферу парниковых газов. То есть, по сути дела, мы говорим не о том, что вот будет теплее, а потом половина людей сдохнет и станет прохладнее. А то, что будет теплее, половина людей сдохнет и без разницы. То есть, если говорить в целом, то, получается, у нас есть условные 10 лет на то, чтобы все остановить. Естественно, что ничего этого не произойдет, но если, как бы, удастся снизить, мощно снизить выработку углекислого газа, то изменения не станут необратимыми. А если этого не сделать, то изменения станут, точнее, изменения станут необратимыми. И, по факту, как бы, даже если все люди помрут, все заводы остановятся, то температура на земле просто уже, знаете, как бы, она в течение всего следующего времени жизни людей будет повышаться, 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 повышаться. Это уже будет практически неостановимый вал. Причем там есть некоторые аспекты, что можно изымать, есть технологии, которые позволяют изымать из атмосферы углекислый газ, кислород, но там объемы просто, ну, несозмеримые. То есть, как бы, извините, пожалуйста, там, не знаю, пару тонн ты можешь вытащить, но не более того. То есть, в этом проблема. Как-то так. На самом деле, сложный вопрос, потому что, ну, я такой буду здесь тоже адвокатом, вот, и хочу напомнить, что исследование о том, что прививки вызывают аутизм у детей, было опубликовано в журнале Lancet. И опубликовано это было врачом, у которого было высшее образование. Да, и он, на самом деле, против конкретной прививки выступал, потому что у него, он продвигал свою прививку. И там, на самом деле, были, вот у той конкретной прививки были какие-то... Ну, он еще был завязан там с родителями этих детей, там у них были какие-то далеко идущие планы. Да, ну, слушай, опять же, возвращаясь к вопросу, то есть, в данном случае, тут есть один маленький момент. На текущий момент, слушай, я где-то видел в цифру порядка 97%, то есть 97% всех мировых экологов полностью подтверждают, еще раз, экологов, то есть ученых, которые этим занимаются, они полностью подтверждают именно человеческое влияние на глобальное потепление и, соответственно, остальные связанные с этим вещи. То есть, по факту, как бы, это что, там, производители электрокаров такие, давайте подкупим 97% всех экологов всего мира. Такой, да. Ну, по-любому, у Москвы денег много, так и было. Ну, да, скорее всего. Кстати, мне понравилась в свое время классная статья на тему, почему электрокары не спасут нас. Принцип простой, чтобы произвести тонну электрокаров, заменить все текущие машины на электрокары, нужно будет выкатить огромное количество углекислого газа. Ну, просто потому, что вот так-то оно работает. То есть, там еще высокая стоимость производства. Так что, ну, просто, при зиме я хочу сказать, что, как бы, вот такая вот ситуация. Да, ребят, нам всем хамдхандец скоро будет. Вот, мы еще вряд ли, как бы, сильно от этого пострадаем. Ну, то есть, скорее всего, многие умрут. Но, я думаю, на северной части, как бы, Российской Федерации будет более-менее адекватно. Если не затопит. Ну, да, слушай, затопит. Кстати, там говорят, что порядка пяти метров. Плюс пять метров будет. То есть, не как в водном мире, когда там только вершина егореста была видна. А там плюс пять метров. То есть, мне кажется, покупать квартиру с видом на Финский залив не стоит. На намыве точно не стоит брать. Он и так пугающе опасен. Да, да, намывные квартиры сейчас сто процентов не стоит брать. Потому что, и, как бы, плюс... Ну, то есть, говорят, что дамба, в принципе, Питер спасет. Но вот тоже, смотрите. Просто, когда люди говорят о глобальном потеплении, о каких-то страшных вещах, мозг просто, он привыкает, думает, говорит, ну, ну, как так мы все умрем? Как так будем жить при плюс пятидесяти круглый год? Ну, это же жесть, это же невозможно. В принципе, да. Но нужно понимать, что люди адаптируются под те условия, где они живут. И зачастую нужно время для того, чтобы адаптироваться под те условия. То есть, например, в Санкт-Петербурге адаптировались под наводнения. И действительно, скорее всего, в Питере даже намывные сооружения не будут смыты просто потому, что у нас есть дамба. Зато в остальных городах дамбы нет. Слушай, есть ряд примеров, когда люди тоже жили рядом с дамбой, считали, что дамба их спасет. А потом оказалось, что деньги, которые выделялись на саппорт и мейнтэнс дамбы, они просто куда-то девались, неизвестно. И потом внезапно дамба дала течь. И было совсем-всем не прикольно. Поэтому я бы на месте жителей... Ладно, это опять политата пошла. Жители Российской Федерации не оделся бы на дамбу. Да-да-да. На дамбу надейся, а сам на обувной территории не покупай. Да-да-да. Субтитры сделал DimaTorzok